Мы в группах в Facebook, в ВКонтакте выкладываем. И сегодня нам получилось в буквальном смысле поймать проездом. Может это кренчанин, да, можно сказать? Да, кренчанин, а вот Андрея. Человек, который имеет богатый, огромный опыт путешествий. Сколько лет? Сколько лет? Лет 10 путешествий, да, десятки километров автостопом. Огромные десятки стран различных путешествий. И мы попросили, вот так как по вашим очень многим запросам, вы сейчас спрашиваете, безвизовые страны, более бюджетные, дешевые для путешествий. Сейчас на лето, то есть со страны Юго-Восточной Азии, как раз мне где-то подходит, потому что все практически не все безвизовые для славян, для украинцев, белорусов, россиян. Поэтому мы списались с Андреем, заранее договорились. И он специально вот сейчас несколько дней, пока находится в Москве, он выделил вечер для того, чтобы выступить, рассказать про Юго-Восточную Азию, про особенности стран. Но в целом не буду забирать у нашего главного спикера время. Передам ему слово Андрея. Меня зовут Андрей, и буквально в начале 2 мая вернулся из полугодолога путешествия по Юго-Восточной Азии. У нас есть такой стереотип у многих, что Юго-Восточная Азия это чистый рай. Вот туда приедешь, там все будет бесплатно, там все будет чихай, там, наверное, вообще не надо будет забирать. На самом деле, я акцент как раз этой реакции, потому что там не все так хорошо и здорово, как мы привыкли. Там есть плюсы, есть минусы. О плюсах я буду говорить кратко, потому что плюсы легко найти с помощью запроса в Гугле. И красивые дизайнажи, какие там вкусные фрукты, какие там низкие цены. Я буду рассказывать о том, о чем не совсем принято говорить. Если вы берете туристическую путевку и едете туда на две недели, возможно, с этими минусами вы вообще никак не столкнитесь. Но если туда ехать надолго, если там оставаться жить, если пытаться там найти способы заработка, то становится понятно, что это далеко не самые разные фраги, которые на планете существуют. И вот я там шесть месяцев провел, и хочу вам сказать честно, вот именно туда особо возвращаться меня не тянет. Ну, возможно, потому что мир очень большой, и хочется в своей короткой жизни теперь посмотреть что-то еще. Страны были более двух сотен, если с ней признанно считать, то более двух с половиной сотен. Но порассказывать я буду о тех странах, которые вписываются в пространство между Индией и Китаем. Лосток называется Индокитай. Мне довело 6 месяцев посмотреть все страны континентальные, кроме одной, кроме Янтой. То есть началось мое путешествие в Москве, я приехал в Индию, после трех недель в Индии, как-то просто разорвали мой мозг, я приехал в более юную Малайзию, побывал в Сингапуре, вернулся назад, проехал Таиландом всю южную часть, всю центральную, улетел оттуда в столицу Вьетнама, Ханой. В Ханойе я во Вьетнаме улетел по многократной визе на три месяца, в целью остаться там поработать. Это отдельная история о том, как тяжело работать в белом лицу в Вьетнаме. Когда тебе говорят одно, делают другое, а подруги говорят вообще третье. Мы, пользуясь тем, что Вьетнам многократно ездили в центральный Лаос, и так неплохо полетел по Камбодзе. И в конечном счете с 1 мая будущего года улетел из Сайдона, и сейчас мы вышли назад, и у нас все вместе заняло чуть-чуть меньше, чем в области. Я так понимаю, что сейчас будут опаздывающие люди, как вы уже поняли, не очень много людей опаздывают, но мы для них ждем какую-нибудь большую санкцию. Я буду им всем задавать вопросы. Ну, вопросы простые. То есть человек открывает дверь, он собирается сказать, «О, извините, я опоздал, а я буду. Столица Таиланда». Правильно назвал, то есть я уже не правильно назвал, не может, он постоит, я задам следующего. Таким образом, возможно, мы хоть кого-то научим приходить в Лоос. Это уже хорошо. У меня довольно много разных фотографий. Есть классические какие-то вот пейзажные, которые опять легко находятся с помощью поисковых сетей. Есть такие более трешовые что ли фотографии, которые показывают, какая там жизнь на самом деле. Я не знаю, студию успеют показать, поэтому лекция будет выглядеть таким образом. То есть я показываю какой-то блок фотографий, потом мы делаем небольшую паузу, я рассказываю. Вот, потом опять, это угадочка, да? Это прекрасно. Спасибо. Все для тебя. Как и... Вот вы, что ли, да? Ясно, ясно, разобраться. Вот, и мы так потихоньку дозируем. То есть фотографии я рассказываю, фотографии я рассказываю, что в итоге мы уложились в формат. И мы обычно в лекциях делаем так, что сначала лекция по области проходит, потом вопросы, мы сделаем чуть-чуть по-другому. То есть я расскажу примерно половину, потом у вас будет возможность задать вопросы, потом я расскажу вторую половину, и в качестве автопати у меня много различных делик, металлических и бумажных, привезенных из вот этой части азиатского континента. Я, во-первых, у всех продемонстрирую, во-вторых, я могу их поменять. Не по курсу, а по принципу вы мне интересны, или не буду я вам интересны. Это было, кстати, отнесло. Добрый день. Стоп. Стоп, 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 стоп. Поддержитесь, пожалуйста. Назовите мне столицу Малайзии. И можно будет поменяться, если кто-то из вас какую-то интересную валюту взял. Белорусские. Я только из Беларуси, хотя если у вас есть 20 белорусских рублей, я с удовольствием. Дома. Дома, к сожалению. Дома, я с битой думаю. Чтобы не быть голосом. Это может крыло, мы не заставляем. Нет, они не заставляют. На них что-то можно будет купить. А я не взял. Вам повезло. В общем, у меня из Банка Беларуси целая пачка абсолютно новых белорусских. Абсолютно новых. Они даже не мялись ни разу. Приходите в банк, просите, вам и дают. То есть коллекционерам очень-очень может быть полезно. Вот. Начнем мы со следующего цикла фотографий. Когда я только собирался в эту поездку, я спрашивал у товарища, стоит ли брать туда палатку или не стоит. И товарищ мне сказал, что в принципе брать ее не нужно. Потому что... Ну, там я снял так, что... Вене не поставить. Очень любопытные люди. Тебя будут постоянно теребить, мучить. Тебя не будут давать покоя. Вот этот цикл небольших фотографий показывает, как здорово можно поставить палатку в Юго-Восточной Азии. Начнем с пьянки. Более на палатке. Я еще и пишу, в каких местах она стояла. Выглядит довольно... Что это за место это? Вот. Это место называется офис туристической полиции в Камбодже, в городе Анкор. В городе Сем-Рив, который ближайший к Анкору. Тело в том, что в Анкоре нельзя ночевать. Я хотел это сделать там. Меня доблестная камбоджийская полиция нашла. Вот. Я думал, что меня отвезут там для составления протокола, для изъятия штрафа такого-то. А полицейский спросил, в какой это я тебе писью? Ну, я уже был настроен, когда ночую в палатке, поэтому объяснил, что я хочу ночевать в палатке. Он говорит, это невозможно. На самом деле, при любом буддийском храме или намастыне можно ночевать. Без проблем. В отличие от православных храмов, еще попробуй договорить, чтобы они тебя пустили ночевать. Будда намного лояльнее относится. Поэтому всегда можно. Вот. Я говорю это полицейскому. Мне говорят, вы знаете, вот везде можно, а вот именно у нас нельзя. Я говорю, ну, тогда вези туда, где можно. И меня везли, где полицейские. Вот, собственно, это равный утром. А, да, точно, точно. Сейчас мы так сделаем. Так лучше, да? Вот. Оно не в хронологическом порядке, но это не очень важно. Это Малайзия. Это побережье Атлантического океана, знаменитый город Пенанг. Пенанг очень любят экспаты из страны Самурия. Вот, собственно, можно ночевать таким образом. Это же не Атлантический. Малайзия. Малайзия. Индийский. А, индийский. Ну, это индийский, да. Это Вьетнам, это роща, а в деревьях на вулкане какого-то юриского берега, который уже давно перестал функционировать. Можно поставить палаточку там. Мары есть? Мары есть? Есть. Много. Много и об этом отдельная речь будет. Палаточку я свою два раза ломал, два раза ломал дгу. Вот на этой фотографии очень хорошо видно, как тяжело ночевать, когда сломанная дуга. Это самый заюзанный русский курорт, который есть в Вьетнаме. Он называется... Муинэ. Вот, собственно, Муинэ так и выглядит. Вся Муинэ, она внизу вот там, как бы, между дюной и морем. Я просто постарался убежать и поставил палаточку в Маликудине. На самом деле, красивое место, испорченное нашим русским сервисом, потому что все на плохом русском языке, ужасном русском языке. Вот, потому что Вьетнамцы его учат, но они не понимают, что ты учат. Я общаюсь с продавцом на английском, выбираю, что мне нужно, говорю thank you, а мне продавец на Вьетнамку. Спасибо. При том, что я вроде бы не похож на человека, который приехал в Вьетнаме. Ну и так далее. Это Малайзия. Это один из немногих случаев в моей жизни, когда сбежали два новые коты. Один залез внутрь палатки, другой залез наружу. Вот, они почему-то решили, что палатку оставлю для них. Это Туиланд, собственно, в Кукет. А если быть более точным, то вот эти красивые огонечки, это самое известное место в Кукете, это называется пляж Патонг, который все обожают. Ну, если отъехать чуть-чуть от этого пляжа, можно поставить палатку таким образом. Вот, с этой фотографией довольно забавная история. Там очень характерное явление прилива и отлива. У нас есть ложный стереотип о том, что прилив и отлив зависят от времени суток или от положения Луны на небосводе. И то, и другое неверно. Угадать, каков будет прилив и отлив, невозможно. Есть специальные приливные карты. В принципе, для любого хорошего пляжа можно скачать в интернете. Хотя никто из красных не занимается. Когда мы ставили эту палатку, был отлив. Мы этого не знали. Через пару часов пришлось палатку эвакуировать, чтобы не плавать вместе с ними. Ну, это когда палатка моя сильно намокла после очередного тропического ливня, таким образом, ее приходилось сушить. Ну, и, собственно, вот эти вот странные надписи закорючки, это дата, где палатка стояла, какая была погода, и все. Очень известное в Таиланде место называется «Острова Пхихи» или «Пипи», как правильно по-тайски говорить. Там снималось место интересных голливудских фильмов. Это такая классика жанра. Если вы приехали отдыхать в Южный Таиланд, обязательно туда нужно купить поюталку. Там очень красиво и здорово. В данном случае палатка стоит на пляже четырехзвездочного артурного. В Таиланде без проблем, даже не договариваясь с администрацией, можно просто держать и поставить. И никто от тебя ничего не хочет. Вот это тоже Таиланд, очередной пляж по пути в сторону Бангхонга. Я очень горжусь над, что за полгода путешествий по Южной Азии я обращался в больницу один единственный раз. Во Вьетнамскую, для того, чтобы там поставить палатку. Дело было довольно поздно. Это был глухой вьетнадцатый городок по пути в сторону Лаоса. Я туда приехал уже ближе к полуночи. Ставить палатку в городе мне казалось не очень правильным. Когда я шел по улице, я решил поступить так. Первое муниципальное учреждение, которое я увижу, то есть там школа, больница, полиция. Я пойду и скажу, что я хочу переночевать. И мне в палатку пустить, пожалуйста. Ну, врачам в Вьетнамске повезло бы первым. Собственно, утром в Вьетнамцию пытаются понять, где эта палатка стояла до того, как попала к ним в больницу. Ну, это, соответственно, школа. Через несколько дней только уже в Лаосе. Такая милая, хорошая школа. Как заметил один из моих друзей, которые уже видели фотографию, отличная школа. У нас в школах вентиляторов нет. В Лаосе есть. Тоже Лаос. Собственно, демонстрация ночевки в буддийском мастере. Никаких проблем. Вечером приходите, говорите, можно ли вас остаться. В 100% из случаев получаете ответ, да, можно. И вот эти юные, будущие монахи-буддисты нам еще принесли несколько пакетов с провизией. То есть все так очень хорошо, здорово. Парниша, который на заднем плане мастерит гамак, поляк, совершенно случайно встретил на дороге. И поскольку первые 400 километров пути нам было по пути, мы с ним катались вместе. Он с гамаком ездил в мастер-палатке? Да, он ездил с гамаком. Это несколько сужало его возможности. Собственно, палатка стоит под навесом. Можно заметить там такие столбики, что дождик нам был совершенно не старший. Все знают про вьетнамскую войну. У нас есть такой лошеный стереотип, что вьетнамцы воевали с американцами. Это совершенно неправда. Северный коммунистический Вьетнам пытался наказать империалистический мерзкий юг. Когда стало понятно, что Южный Вьетнам проигрывал, ему решили помочь американцы, для того, чтобы коммунистическая зараза не распространялась по всей территории Евразии в 60-е годы. Но, соответственно, Северному Вьетнаму кто решил помочь? Китай. Китай и Советский Союз. Все мы знаем песню «Фантом», да? «Сбил меня товарищ Ли Си Цин». Товарищ Ли Си Цин. Почему, кстати, вьетнамцы не летали ни со стороны Америки, ни со стороны... Вернее, как, во вьетнамской войне в авиабоях в основном участвовали либо советские летчики, либо американские, но немецкие. У вьетнамцев организм слабенький, и они плохо испытывают эти большие перегрузки. И во многих исторических источниках написано, что вьетнамцы просто теряли сознание, когда самолет совершал путь в период в воздухе. Их могло тошнить, естественно, всю вот эту аппаратуру и тогда попробовать управлять этим самолетом. Они очень немецко стреляли, поэтому все московские бои в основном именно либо советские летчики с северной стороны Вьетнама, либо американские летчики с ними. И поскольку многие американские солдаты не могли понять, что они там делают, они с одними вьетнамцами воюют против других вьетнамцев. Какое к этому отношение имеет Америка? Они начали морально разлагаться. Было много людей, которые употребляют наркотики, которые там сходили с ума, болели паранойей, заболеваниями похлеще. И в результате в 73-м году Америка решила вывести своих скачей в Вьетнам. Ну и тогда северный Вьетнам добил южный за два года. А вот моя палатка стоит в том месте, где начинается вход в одни из самых знаменитых тоннелей, которые создали северные вьетнамцы для того, чтобы под землей подкапываться под южный Вьетнам. Тоннель называется Виньмок. Собственно, с правой стороны от палатки один из 11 входов, которые там официально открыли. А там вход платный, не бесплатный? Вход платный. Вход платный. И ночевать, естественно, нельзя. Но можно зайти вечером, потеряться в тоннелях и выйти на поверхность тогда, когда диплом уже не появится. Маленькие тоннели, как извините. Разные. Официально экскурсионная часть средних километров полтора, допустим, а неофициальная часть, куда можно со своим фонариком и грязной одеждой залезть, там 20, 30, 50 километров. Говорят, весь Хошимин покрыт сетью тоннелей. Просто они где-то закупорены, где-то завалены, но сеть тоннелей колоссальная. Это очередная ночевка в Удивском мунистерии. А это ночевка на пляже трехзвездочного курорта какого-то там, ну, в Вьетнаме. На фотографии растения. Ну, соответственно, это подрежье Тихого океана. А это ночевка в пещере. Вообще, в пещер очень дилетарно относятся и вьетнамцы, и тайцы, и камбоджийцы. Вот если есть пещера где-то там, где есть цивилизация, там обязательно будет либо храм, либо склад, либо что-нибудь еще. То есть нет такого, как у нас, что там поставили билетную кассу и всем показывают какие-то красивые длинноточные образования. Ну, опять же, в пещере можно ночевать. Многие спрашивают, почему палатки, почему небес? Вот огромное количество москары, огромное количество всяких гадов, неприятных живых существ, мягко говоря, мерзких. Вот, наверное, с этого мы сейчас и продолжим. Это к разговору о том, чтобы мы не думали, что те места рай. Вот так папа что-то называет. И начнем с таких картиночек. Сейчас мы еще увеличим. Так будет эффектнее. Эта штука безвредная. Если кто бывал в Крыму, она в Крыму тоже живет, в таких же примерно размерах. Так же увеличим. Ну, может, с ней надо что-то осуде найдешь, чтобы вы выбрали? Размеров. А сейчас будет видно. Называется штука «Кихсяк». В Крыму, как она называется во Вьетнаме, понятие. На этой фотографии еще сложно сказать, каких она размеров, а вот на этой уже проще. На самом деле, я так делал только потому, что я точно знал, что она безвредная. А иногда бывает, точно знаешь, что вредная. Вот этот паучок из рода нефил, он не добитый. Вот, поэтому я так аккуратно в стороне бежу ладошку, а не потому, чтобы его трогать. Вот, что он кажется, не большой. Не добитый? Не добитый, конечно. Ну, в цельку я попал. Много очень змей разных, мерзких, везде ползают, да. То есть, если покупаете путевку, вы этого не встретите. Если вы гуляете по городам, почему вы гуляете? Вот такой вот красивый паучок. В Таиланде их полно, потому что именно в Кукете, и в Паттайе, и по пути. Вот такая милая живность. Алиня. Милые, дружелюбные, да. Можно кормить. Все такие приятные. На самом деле, обезьянки, наверное, самое нервское, что вообще есть в Северо-Восточной лесе. Они наглые. Обезьяна всегда права. Когда он их узнает, в одном храме в Бриланде обезьяна ничего не боится. Это ключевое слово. И, соответственно, если у руках есть бутылка с водой, она или выгодит, или, по крайней мере, пытается. Если у вас что-то блестящее, там, зеркало, там, аппарат, велика вероятность, что эта штуковина обезьяне понравится. Если у вас съестное, там, какая-нибудь папайя, банан или прочее, стопроцентная обезьяна будет хотеть у вас это забрать. Вот. Когда обезьяна скалится, хорошо видно, что челюсти у нее намного куча, чем у собаки. Вот. И, кто не верит, можно потом в гугле по хэштегу погуглить «Укусы обезьян фото». Поверьте мне, это очень неприятное дело. У меня лично дальше махание палки по перед обезьян не заходило, а у некоторых других были проблемы, были укусы. Вот. Причем, одну, например, знакомую без нами девушку с его защел. Это и много крови, и страшно, и, самое главное, это большие проблемы. Потому что те же самые обезьяны тоже болеют всякими неприятными вещами, начинают бешенство, заканчивая чем-то прочим. И если у вас на отдыхе укусила обезьяна, считайте, что отдых исторчен. Вот. Ну и обезьяны не вездесущие. То есть, куда бы вы ни отправились, они есть и в городах, как вот здесь на линии передачи, вдоль дорог, и в каких-то джунглевых массивах, которые могут к городам примыкать. Вот. это мирный вариант обезьяны. Как видите, можно убивать, убивать, разрешают? А, скажем так, нет какого-то табу, но с точки зрения буддизма лишать жизни живое существо есть грех. Поэтому идеальный вариант это просто взять какую-нибудь палку, если вы знаете, что уйдет в то место, где много обезьян, и давать понять, что вот это ваше жизненное пространство, обезьян не обезьян. Но обезьяны никогда не, ну, как я для себя сделал, не нападают просто там. То есть, если у вас в руках нет воды, нет каких-то зеркальных предметов, нет съестного, то обезьяне для вас ведут очень мало денег. Это самое простое вот это мирный обезьян. Вот вы думаете, да, что может сделать обезьян для человека? А вот не мирный обезьян. Вот они целенаправленно идут отжимать кухню у соседней пары, которая на пляже отдыхала. Вот одну там вот видно за обезьянкой они уже отжали. Вот. Я видел, как у каких-то то ли немцев, то ли австрийцев, обезьяны забрали этот аппарат, залезли с ним на самое высокое дерево. Ну, и самое печальное то, что обезьяне этот аппарат не гудут. То есть, она его там вертит, пытается разобрать, может уронить, подобрать. А вот они на это все смотрели вот так, не вернется и этот аппарат не уйдет. Ну, в общем, я для себя сделал вывод. Ну, хорошо видно, да, классический гопни. Вот у них даже вот в движениях застывшись в партакане не видно, что они будут забирать то, что их и выдвижить. Вот. И обезьяны это действительно очень большая проблема там, кто в Синес. А проблема связана еще и с тем, что очень многие туристы любят обезьян подкармливать. И вот до какого-то момента это хорошо и весело, а потом вот вам уже не хочется подкармливать обезьяна, обезьяны считают, что вы еще и не должны что-то отдать. Вот тогда начинается вот этот подкармлив. Да. Ну, вот такая милая живность. Я не знаю, ядовитый или нет, вот попало в кадр, красиво смотрится. Вот. А сейчас пойдут всякие милые зверюшки, которые не опасны. Это я выловил мертвого мечехвоста в Малайзии после форума. Вот это одно из самых древних животных, которое вообще на планете существует. Но, к сожалению, мертвое. Довольно много склонов. В туристических местах слон — это аттракцион. То есть вы плачете внушительную сумму от 10 до 20 долларов и выше для того, чтобы покататься в нем, посмотреть, как он кушает, посмотреть, как он нервно передвигается. Ну, что же, в самое время можно всегда забраться в не туристическое место. Вот в Индии, например, давалось. Где на слоне могут дать им плату? А вообще слон — как слон. Вот это самые милые животные, которые из Юго-Восточной Айзии. Они есть везде, и их ни в коем случае не нужно бояться. Как называется? Гекон. Вот гекон напоминает усовершенствованную ящерицу. То есть гекон может свободно бежать по вот этому потолку и набежать. И он каким-то чудом оттуда не отклеивается. То есть ему абсолютно все... Они живут абсолютно везде. В туалетах, в места, где там фонарь подсвечивает какую-то стену, там, где не подсвечивают, тоже живут. Бегают по городам. Вот этого я поймал в центре фрукета. Это молодой гекон, поэтому он не очень коротится от меня убежать. Вот такие милые зверюшки. Велика вероятность, что где бы вы не снимали какую-нибудь гостиницу или отель, вам обязательно заползут гекконы. Многие боятся. Совершенно зря. Замечательно. Едобно они. В Китае и во Вьетнаме съедобно все. Вот все, что вы можете себе представить, в Китае можно съесть. В Вьетнаме почти все. Главное уметь готовить. Я видел ящериц, сажаренных во Вьетнаме, но они были сажарены таким образом, что там не определить ящериц или геккон. Собаки это такая же неприятность примерно, как и Абидниан. Дело в том, что в буддийских странах, буддийские страны у нас это Камбоджа, Лаос, Таиланд, Январ, ну и собственно там, Бутан, Непал, частично Индия. В буддийских странах собаки всегда живут при монастырях, их не гоняют, монахи их подкармливают, и собаки начинают себя чувствовать на каком-то привилегированном положении. Моцкими борзыми, не очень часто вспоминают злыми, они могут сбиваться в стаи, эти стаи то... Да, давайте мы все, у кого еще не выключим телефон, его поставим в вылечный режим. Они сбиваются в стаи, они очень часто путешествуют вдоль дорог, то есть я путешествовал автостопом, выходишь на окраину города, а тебе не дают ловить машины не люди, а собаки, которые довольно агрессивны, что-то от тебя как-то. И вот при каждом храме обязательно свора собаки есть. Ну вот это нежный вариант. Бывают и весьма агрессивные. Ну и с собакой тоже. Если она укусила, считайте, что он будет испорчен. Потому что если вы мнительный человек, вам будет казаться, что вы заразились в этой неприятности. А если вы не мнительный человек, это неприятность потом будет сплыть через полгода, через гор, от бешенства и начинает заканчивать чем-либо ищаться. Ну это просто милая фотография. На самом деле, к сожалению, нет предметов, чтобы размер показать, и каза больше, чем моя ладонь. Котик и Крабик. Вот, разговор пойдет о Крабиках, а не о котиках. Поскольку в Таиланде мне не удалось работать, деньги потихоньку подходили к концу, я поставил маленький эксперимент со своим другом, можно ли в Таиланде выживать. Оказалось, можно. Ну каким образом выживать? Не где-то там просить подаряний, а просто вот найти такой образ жизни, когда ты ничего не тратишь на продукты, живя в палатке на берегу. Воды всегда можно попросить, в любой месяц тебе бесплатно дадут, а питаться можно тем, что дает море. Вот этих Крабиков, которых довольно много, можно ловить. И... Кушать. Вот, собственно, так все. Это по поводу... А, вот, еще замечательно. Как вы думаете, какой размер у этой ящерицы? Метра два. Не, ну метра два это круто. Метра три, пять, пять, шесть, шесть. Вот именно вот этот визуально точно больше метра. Может быть полтора. Просто, опять же, нет предметов, чтобы строить. Это варан. Я, когда туда поехал, думал, что вараны, это только которые комодские, большие, неповоротливые, живут на одном вот этом маленьком островке комода в Индонезии, больше их нет, и нет. Казалось, варанов много. Вараны боятся человека больше, чем человек варанов, поэтому вот он от меня добросовестно убегает. Но учитывая, что это вот такая ящерица, длиной больше одного метра, я еще почитал там интересные сайты, оказалось, что сама по себе она вроде бы и не опасна, но из-за того, что она питается всякой падалью, у нее в слюне всегда всякая гадость, если она тебя случайно не укусит, это хрупо, чем обезьяна и собака вместе взятые. Вот этого я сфотографировал на том же самом пляже четырехзвездочного отеля, где стояла моя палатка, но вот выше. То есть цивилизации вараны очень редко. И потом они еще несколько раз в разных точках Таиланда попадались на палатку. На фотографии видно, что крабики замотаны и все? Пешние. На них не только пешние, лапки и все. Они живые. Это обычный рынок в Таиланде. В Таиланде, во Вьетнаме очень такой классический аттракцион, вы ходите под эту буренку, там очень много всякой живности, большинство из этой живности живает. Вы тыкаете туда, вам нравится, платите деньги и при вас это все разделывается, загаривается, ларится, и потом через полчаса, часик выстрелите. И чтобы крабики не убежали, их вот так забавным образом переваскивают. На тех же рынках много вот такой забавной. Это рыба-попугай. Вкусная? Да. Хотя, опять же, много здесь на этот ряд приготовить. Поскольку я во Вьетнаме еду личинок или ничего, тараканов или там какую-то другую рыбу, тоже вроде ничего. То есть, если умеешь готовить, то все можно сделать вкусно. Вот такая вот рыба. Здесь видно, почему попугай обратите внимание, вот на руку какая-то, ставритка, не ставритка, какие у нее губки. Вот, и какие губки у нее. это нехорошее влияние русского туриста на тайскую промышленность. Читаем надписи вот в таких вот брекетах. и это русский язык, написанный в латинице. Окунь, там очень хорошо видно, что это окунь слева. С правой стороны написано, что это акула. Вот, поскольку многие наши, кто ездит в Таиланд, не знают английского, поэтому проще вот так вот английскими буквами написать, что это акула, задать вопрос к ней. Вот, а верхнее название, соответственно, на английском. Это маленькая такая фотография. Если кто хорошо помнит школьный курс биологии, то вот это милое существо обязательно там везде есть. Это иллистый кукунник. Это вот вроде бы уже не рыба, но вроде бы еще и не темноводная. Вот, и впервые в жизни я их увидел именно на Малайзии. Вот, и дальше мы перейдем плавно как раз к влиянию русских туристов на то, что там происходит в Юго-Восточной Азии. Ну, во-первых, очень приятно видеть в различных просторах в Юго-Восточной Азии нашу технику. Вот это, например, сфотографировано в Камбоже. Все три машины, которые стоят, это Камский автомобильный завод. Это по поводу рекламы. Сначала это смешно, но когда это двадцатый указатель в течение дня, это уже грустно. От того, что если это сочинили наши, которые там живут, все знают, что сейчас модно, допустим, если у вас есть квартира в Москве, ее на зиму сдать кому-то, а на вырученные деньги жить в Триланде, вы уже знаете, что это дешевле. Если сочиняли наши, то это печально, почему у них такая дурная фантазия. Но если это сочиняли где-то там, и тайцы, то их еще можно простить. Вот, Дима Ту, это нормально. Дальше будет веселее. Косметика из травы. Косметика из травы. Косметика для тех, кто хочет выъедеть отлично. А есть косметика для тех, кто не хочет выъедеть отлично. Сам парадокс. Ну и так далее. Вот для такого очень-очень много. Я просто пару фотографий выбрал. Матрешка Ту. Это, наверное, самая такая крупная фирма, которая есть на острове Пхукет. Матрешка Ту, там везде и всюду на тебя смотрит. Кто сочинял эту назватель? Вот здесь. Читаем позицию номер два. Самое интересное, что горшок горячий. После второй можно переключиться на первую. Там тоже интересно. Нет, нет, нет. На третью. Грудь козы в Риле. Мне просто грудь козы уже интересно представить. Даже в сторонке. По поводу цен. 20 это вьетнамские донги. Это, кстати, вот там Муйня, скажем так, о которой уже речь была. Это там вот такое видимо. 20 тысяч донг это один доллар. То есть, в принципе, цены вполне обыклаты. Я просто долго там на пляже находился, он проснулся, по-законским поговорил, он был с ними домом. Ну, и по поводу влияния. Оборщик с левой стороны изображен, чебурашка. То есть, вьетнамцы, тайцы, лепестки, сабленцы. Когда они поняли, что денежный поток туристов идет и с русскоговорящим, и с французами, то, соответственно, там появляется и окрошка, и горщ, и чебурашка, и дематур, и все прочее. И вот эта последняя фотография, которая говорит о могучести Советского Союза. Это мост в Лаосской Народной Демократической Республике, которая строилась в Белийской Советской Советской Советы. Вот. И еще большая мощь Советского Союза она просматривается на части. Я рассказывал, достал и покажу. В деньгах есть замечательная купюра 200 вьетнамских донг. 200 вьетнамских донг это 1 сотая доллара. Вот можно потихоньку по кругу передавать. Да, 1 цент. Нет, а с другой стороны ты про журнал. Собственно, то, после чего понимаешь, что Советский Союз не великий стран. Она потихоньку по всем пройдет. Какой вы этим долгом купили по белорусскому донгу? А можно посчитать. Когда я был в Минске меньше недели назад, 1 доллар стоил 14 с половиной тысяч белорусских рублей. Когда я выезжал из Вьетнама, это было меньше месяца назад, 1 доллар стоил 21 тысячу 300 вьетнамских донг. Получает разность четверть. Но это не самый дешевый валют. И покуда трактор Беларусь потихоньку ходит по аудитории, мы потихоньку переключимся на что-нибудь другое. О, сейчас будет много задавных фотографий. Они собраны из разных стран, чтобы подчеркнуть мгалитет вообще людей. Малайзия. Малайзия страна мусульманская. Как и в любой другой уважающей себя мусульманской стране, общественный транспорт разделен для женщин и для мужчин. Вот так, например, вагон только для женщин. Я провел маленький эксперимент, я в него зашел и сел. Вот то, что на меня криво смотрели, понятно. Вот он громко говоритель, но хорошим английским. Мне сказали о том, что молодой человек, пожалуйста, проследуйте вагон, предназначенный специальный вагон. А не поэтому вагон сказали или по всему составу? А вот, куда же я знаю, сказали, или это в другом составе. В моем вагоне, где я сидел, это сработало. А смешанная есть вагон? Конечно, конечно. Потому что кто-то путешествует парами и прочее. Обычно бывает как? Нет специального для мужчин. Для женщин и общего. Это Камбоджа. Из разряда сколько всего можно будет пустить на машину? Ну, меня жалко того мотоциклиста, который едет справа, если я не слово слышу. Ну, вот. Ой. Эту фотографию можно выложить в интернет, подписать кладбище немецких солдат где-то, где-то. На самом деле свастика, все мы знаем, что это символ взятый из буддизма. Фотография сделана во Вьетнаме. Буддизм распространен во Вьетнаме, но не является государственной религией. Вот именно вот это кладбище, то тоже вуйне, только туда, куда туристические наши группы ездят. Вот, собственно, там вот эти фотографии были сделаны. Смотрится довольно весело. Что дальше? Это мангры. Мангровые леса, во-первых, непроходимые. Фотографию сделаны в национальном парке. Мой друг стоит на асфальтированной дорожке, а я вот кое-как с горем пополам прошагал по этим манграм пять метров. И это к разговору о том, что вообще в Дюково-Восточной Айси очень сложно сходить с каких-то маршрутов. То есть вот те, кто привыкли к Крыму и к Кавказу, особенно к Крымским горам, везде можно гулять. Физически везде. То есть если есть горы, там есть тропинка. Если есть лес, то через него можно пройти по тропинке. В Восточной Айси это категорически не так. Есть цивилизация, вот дорога, вот обочина, за обочиной начинаются такие заразли, что вы туда блезть просто не сможете, если у вас нет мачета. Если вы туда все-таки блезете, вы пожалеете, потому что там вот те самые гады, которых я фотографировал. Самое, скажем так, самое эффектное животное, которое я видел в национальном парке, от дорожки, по которой я шел, ну примерно так же, как стоит вот этот щит с надписью 20, внезапно в угол змея ну как минимум 2,5-3 метра длиной. И где-то вот такой толщины. Я понимаю, что у страха глаза велики, но представьте, да это национальный парк, я заплатил деньги, как белый мистер. Я иду по дорожке, я там фотографирую, все красиво, здорово, и такая вот трехметровая хрень, вот так вот влазит, и у меня первая реакция это слышно автоправда, потом я понимаю, что похороху на другу убежать, потому что вот эта змея, если вдруг я ей не понравлюсь, она мне может вот так вот в три оборота объявить. Это национальный парк. Вы представьте, что будет, если попытаетесь просто походить по лесам. для этого там и держит, что я там подкармливаю, чтобы подкармливаю, что я там подкармливаю, что она там за хвост где-то привязана, чтобы она не убежала, за пределы этого парня, но просто к тому, что там очень легко найти приключения, вот там вот очень четко всегда проведена грань, где место, которое отдано на распоряжение туристов, ты платишь деньги, ходишь, смотришь, и где ты просто физически не можешь зайти, потому что там совершенно другое время. Вот эта фотография, она особенно хорошо смотрится после тех моих фотографий где в палатке начали. То есть кто-то начнет в палатке, а на Куркете есть целый отель для собак. В общем, цена этого отеля похлеще, чем какой-нибудь хостел в том же самом Куркете. Вот хорошая фотография. Это король Таиланда, его зовут, если кто записывает, Микона Дульяне. Он был коронован в 1946 году, и он до сих пор является королем Таиланда. Это самый долгоправящий по планете действующий на наше. Для Таиланда датайцев у лицарь и бог в одном лице. То есть, например, если бы я плюнул в сторону этого портрета, это административное нарушение. Если я взял купюру, она всех деньгах изображена под королем, и порвал ее демонстративно, это административное нарушение. Если я какому-то тайцу рассказывал, что у него плохой король, неважно на тайский, или на английском. Весьма вероятно, что он обратится в полицию, и меня тоже не объясняет, что я категорически не прав. Вот такой вот интересный дядя. Он действительно очень много для Таиланда сделал. Он изображен абсолютно на всех купюрах, которые сейчас ходят в Таиланде, и мы можем потихоньку пустить. там же революция. Там же революция, что в Таиланде завершился. По поводу революции. Возьмем для примера Германию. Глава Германии президент. Кто знает президента Германии по имени, в Таиланде? Но удивительно, это глава Германии. Но поскольку Германия это парламентская республика, мы знаем канцлера парламента. Как думают? Там не надо делать. Так вот, Таиланд это монархия. Глава страны король. Но при этом реальная власть принадлежит не королю, а военному. Военные в Таиланде совершили государственный переворот несколько раз за последние 3-4 года. Причем там даже Комендантский час водился на некоторых территориях. Но при этом самые местные толком не знают, какой именно генерал сейчас там в Баргоке сидит и всем управляет. Все знают и любят короля. Вот он изображен на купюре в 20 банк. Тоже 2 можно опустить. Пожалуй. Все оценили, да, тракторы Беларусь на купюре в 200 вьетнамских домах. Представляем, да, где Минский тракторный завод, где Вьетнам. И Советский Союз настолько много тракторов отправил в Вьетнам, что вьетнамцы благодарны изобразили даже на купюре в своей национальной армии. А вот следующая фотография. Я, к сожалению, не привез эту купюру из Таиланбы, потому что это 33 доллара по уличному курсу и я их вот обычно поменял. Как вы думаете, что необычно в этой купюре? Она уникальна, можно сказать, среди всех денежных поют не я. Нет, цифры. Вот, это мы правильно говорим. По поводу цифр. Да, есть разные системы счета. Мы привыкли, не системы счета, системы написания цифр на бумаге. То есть мы привыкли к тому, что есть арабские, мы ими пользуемся, есть римские. Если вы поедете в Иран, увидите, что есть еще 4 сихи цифры, они совершенно не похожи на те, которые пользуются на бумаге. А есть еще цифры, которые используются в буддийских странах. Так вот, там написано не 9000 от 1000. Собственно, отрядом для белых мистеров продублировано. А если посмотреть на кузо Кулепхона Булиадетта, там изображен фотоаппарат. Я скажу даже больше, это фотоаппарат марки Кэнн. Это новый, что ли? Относительно новый. Дело в том, что вот этот король, если верить интернет ресурсам, принимал участие в разработке объективов для фотоаппаратов. Кэнн. Сам он большой и заядлый фотоаппарат, и вот поэтому даже на кутюре в тысячу тайских бак изобразили его и фотоаппарат. Что-то нарисовано слева от короля. Слева от короля. Скорее стена или плотина. Вот это? Вроде техногенная. Это плотина, да. Я не знаю, где именно, но похоже на плотину. Это 33 доллара. Курс 1 к 33. То есть 33 бата 1 доллар. Соответственно, делим тысячу на 33 и получаем. Во вьетнамском языке, вот если у кого-то еще ходит по рукам купюр в 200 вьетнамских донг, обратите внимание, во всех словах один слог. Это отличительные черта Вьетнама. То есть любое слово, любой топоним обязательно разбиваются на слоги. Поэтому в Хануэре, в столице Вьетнама, так и написано, что это памятник товарищу, которого называли Ле Нин. И соответственно, если у вас там в имени больше родной властника, ваше имя по-вьетнамски тоже будет. Раз половинка, два половинка, три половинка и так далее. Ну, твое имя как получается будет? Нормально. Возьми все, все расписываются. Ну... Китаиров. Я просто не был в Китае, не могу сказать. Весьма вероятно. Во Вьетнаме я с этим столкнулся. Это довольно забавно, потому что Владимира Ильича все знают. Это мое имя, Андрей. Очень просто. То есть сколько вашим имени гласных, столько будет отдельных слов. Там они еще В добавили перед Лениным. Ленин. Нет, почему? Это Владимир, это Владимир, это Ильич, В. Владимир, И. И. Правильно? Ленин. Смотрим, над буквой Е это странная загогулина. Можно, кстати, на этом сделать небольшую остановочку, я заодно поставлю. Кмерзкий язык, который в Камбодже, не мерзкий, а кмерзкий, но это путь. Вьетнамский язык, тайский язык, они все тоновые. Их очень сложно учить человеку, ну, допустим, который привык говорить на русском или вообще на европейском языке. Я объясню, почему. В зависимости от того, в каком тоне вы произносите звук, совершенно меняется значение слова. В вьетнамском языке шесть тонов. Тоны обозначаются путем проставления специальных знаков над буковкой. В данном случае это, как раз крыша под домиками. Еще над буковкой может стоять тильда, может стоять точечка, может стоять точечка в минуту, может вообще ничего не стоять. Это будет произноситься совершенно по-разному. Ну, например, в вьетнамском языке есть слово очень популярное, которое пишется как три буквы. Первая – П, английская П, вторая – H и третий – O. Считается так же, как O. Но в вьетнамском языке в зависимости от того, что именно стоит над буквой O, вы это можете прочитать как по-по-по-по-по. И это разные слова. Это совершенно разные слова. Ну, я не скажу, ну, я не смогу произнести по-вьетнамски, но, грубо говоря, по – это лапша, а по – это пудреца, а по – это пудреца. Если вы чуть-чуть вам смешно, а я с этим пишу. Вот. И если вы чуть-чуть неправильно то их вносите, местные, либо вас не понимают, то вы делаете битшку. Как результат – очень сложно общаться. Безуменно сложно. Потому что, я вроде пытаюсь копировать эту тонацию, но у меня получается. Другую. И, потому что нам на вьетнаме английского не знают, это довольно сложно. В Таиланде еще сложнее, потому что вьетнаме – латиница. То есть, ты хотя бы можешь это скопировать. А в Таиланде или в Камботе там особый тип письма. Ну, он похож на грузинское письмо, так чисто визуально на армянское, как он, как будто двухволапша. Вот. И сразу же ты вспомнишь, что ты даже не знаешь, как это прочитать, если ты заранее или еще будешь эти символы отболить. Получается, что очень-очень тяжко. Вот. Вот. Это несколько слов о стопной сущности разных стран. Сколько я там путешествовал автостопом, получается путешествовать по-разному. Ну, например, в Малайзии хороший автостоп, потому что там многие говорят на английском, и когда ты останавливаешь машину, потенциально водитель хочет с тобой пообщаться. Соответственно, ты включаешь английский, он включает свой английский, это как взаимодействие. Во Вьетнаме тяжелый автостоп, потому что я для себя сделал вывод, что водитель мало хочет с тобой общаться, он видит, что ты белый мистер и хочет на тебе заработать. Поэтому убедить водителя, что ты едешь бесплатно, это уже очень большой вес. А вот в буддистских странах, в Лаосе, или вот фотографии в Лаосе, или в Таиланде, очень легко путешествовать автостопом, потому что у них есть такая философская сущность, называется она Май Тен Рай, что можно вольным образом на русский язык перевести, как не волнуйся, всегда все будет хорошо. Как это выглядит по факту? Вот представьте, что вы Таец, у вас случилась какая-то неприятность, ну, элементарно, птица летела, на вас нагадила, вы там пытались чистить это пятно, пятно стало только больше, вот все, беда, вы там на свадьбу идете. Ничего страшного, Май Тен Рай, все, и вы забыли об этом, и вы о нем не вспоминаете. А если какой-то Таец, о, смотри, ты неряхуй, у тебя пятно, Май Тен Рай. Все. Или, например, допустим, вот, вы Таец, я англичанин, мне он пытается что-то объяснить, а вы не понимаете, вы не знаете английского. Я все равно пытаюсь вам что-то объяснить, а Таец это не надо. Вот он включил вот этот режим, Май Тен Рай, и все. И ты хоть стучи ему там по голове, ему беда, и ты не смечешь. Вот он включил вот эту философию, все будет хорошо. У него в жизни все будет хорошо. Вот. В этом плане буддизм, ну, наверное, самые солнечные люди, с представителями, которыми проводилось общаться. И это очень позитивно влияет на автостоп. Потому что в рамках этой философии они считают, что человеку всегда нужно помочь, если это для тебя не составляет какого-то большого круга. В Таиланде очень много машин с открытым кузовом, то, что мы называем, пикапами. Причем, они легко останавливаются. И обычно как? Когда водитель плохо знает английский, вот как ты не садишься, начинаешь какие-то вымученные фразы, думать, как ему так попроще что-то сказать, что он тебе ответит, какая будет беседа. В Таиланде в Лаосе все решается идеально. Показываешь водителю, что ты хочешь ехать в кузовик, в самом пикапе. Он доволен, потому что он делает тебе хорошо. Ему там в карму плюс очко сразу записывается. И ты доволен, потому что ты едешь с ветерком, ты не мучаешь себя разговорами с этим водителем, который плохо знает английский. Главное, вовремену постучать в кабину, когда водитель куда-то сворачивает, тебе надо выходить. Вот, собственно, вот так вот я по стопу буду ездить. Стучал по стопу кабину, да? Варил по партию? Ну как, иногда заранее говорил, что до такого населенного пункта. Иногда, когда он внезапно куда-то сворачивал, за стучей шкабину, он сразу восстанавливается и до решения. Красиво. Карты бумажные, и по-моему, что он скажет? Что было? Ну, когда есть вот карты. Карты по-моему, не доходят. Карты, ну, желательно, конечно, печатные. И, поскольку я по образованию географ, я немножко там заморочен. Заморочен картами. То есть я их покупал в австрии в картографическом магазине сразу огромную пачку за очень большие деньги в масштабе в одном сантиметре 8-10, 8-10 километров. Проклеив их скотчем занудными вчерами перед поездкой, чтобы они не портались. А более простой вариант. Гугли, есть эти карты? Если каждую ночь ночевать, заряжать телефон? Есть, конечно. Тогда ты привязан к электронному устройству. Должно ночью зарядиться ты посреди ничего. Как, что, куда. Можно противную зарядку с собой взять. Можно. Можно что угодно сделать. Но мне, допустим, спокойнее, когда карту не надо. Это Вьетнам, я не буду ничего объяснять, я не знаю, на чём я говорю слово. Но она в Вьетнаме очень часто встречается. Перевода я... Андрей, ещё раз вопрос. Можно насчёт автостопа? Я сказал ты ещё раз по этим странам насчёт автостопа. То есть я понял, что в Вьетнам сложно, да? Сложнее. Сейчас мы сделаем одежду. Сейчас я докручу эти фотографии. Ну, чтобы подытожить, если записал, запомнил. Добро. Угадайте страну по фотографии. Ваши версии. Вьетнам, конечно. Ага, вот это интересно. Какие ваши версии? Что это? Это потолок в кафешке, в кафешке, в ресторане. Да, это потолок. Только не... Это штучки типа кучи, их поджигаешь, они горят, и пахнут. Совершенно верно. Это конфуцианский храм на севере Вьетнана. Со стороны всё выглядит вот там. Вообще очень интересная религия во Вьетнаме. Она называется уместным культ предков и выбрала, наверное, в себя всё лучшее, что вообще есть из разных религий. То есть они взяли немножко из расизма, немножко из консульсанства, немножко из буддизма. Чаще всего справляют свои обряды религиозные в буддийских храмах. При этом они там какие-то хорошие взяли из христианства. Всё вместе получается. Такая сборная солянка довольно здорово. Вот. Если в годы правления Хошимина их там дарили за религию, то сейчас, в принципе, все верующие это хорошо, здорово, но страшно. Это во Вьетнамском храме. Причём, что мне тоже понравилось. Во Вьетнамских храмах это странное отношение к хриотам. Человечество всегда поклонялось Катам, да? Со времён Древнего Египта и заканчивая современным социальным сетям. Вот во Вьетнаме тоже поклоняется какому-то такому. Это в храме. Это в храме. Вот. Их несколько фотографий вообще о том. А можно кстати и выключить? Не нужно. Как вам и будет? Я могу их на тебя. Камера просто будет. Хотя... Да, выручим чеком. Это к разговору о том, что вьетнамцы слабенькие. Помните, мы говорили о том, что лётчики всегда были либо американцы, либо русские? Это обычный городской автобус. Но когда в него заходишь, там действительно половина людей спят, а вторая половина что делает? Делает в... Конечно. Они очень слабенькие. Во всех вьетнамских автобусах. И вот только заходишь с правой стороны от рыбной пакетики. Причём это действительно выглядит как конвейер. Это именно во Вьетнаме? Ну я в Таиланде-то не видел, но там по-моему люди тоже станут. Ну в общем, в чём суть? То есть, кому-то стало нехорошо, тут же пакетик, тут же открывается окно, пакетик выбрасывается на улицу. Без проблем. А, да, это, кстати, очень хорошая тема. Это очень часто бывает. Там довольно грязно. Вообще, экологическое воспитание это не про юго-восточную Азию. Особенно не про Вьетнам. И они считают, что из-за того, что воздух пыльный, когда ты надеваешь вот эту масочку, тебе как бы легче дышать, и все вот эти частички пыли, они тебе не попадают в организм. Поэтому маски там очень распространены, они действительно есть у каждого второго. То есть, это совершенно нормальная практика. То есть, они не болеют? Нет. То есть, это не так, что он болеет и не хочет, чтобы зараза распространилась. Это именно противополевое. Причём, вот эти маски скучные, у них маски очень интересные. Маски для детей там с зайчиком каким-то там может быть. Hello Kitty очень распространена в льго-восточной Азии. Просто там везде и всюду. Могут быть какие-то другие узоры, рисунки. Просто тут на фотографии так получилось, что это маски обычные. И они не одевают. Они не снимают. То есть, такое ощущение, что вот он проснулся, поел он её надел, а он не ходит везде. Пакет и маска. Один пакет и маска. Свою маску. Очень. Это в буддистском храме в Лаосе. Просто показать, какие они лаосцы. Один европейец, это я, если он не знает. Просто сильно небритый. А второй европейец, это поле, с которым на 400 километров. Фотография называется «Две обезьяны». Это так, действительно очень похожа. Да, люди безумно помешаны на гатчиках. Я, допустим, в Москве бываю редко, и вот когда я захожу в московский метрополитен, мне кажется, каждый второй экран смотрит, что-то там оплацает. Для меня это странно. То есть в Крыму такого повального увлечения техникой нет. Но если после Москвы вы поедете куда-нибудь, 90% людей, которые где-то в общественном транспорте, которые могут позволить себе купить какой-то электронный девайс, они обязательно в него смотрят. Там, в Вьетнаме, есть такая шутка, что если в Вьетнаме на день отключить Фейсбук, половина вьетнадцать застрелится. Просто потому, что люди будут не знать, а что делать, как вы в Вьетнаме отключите Фейсбук. Поэтому это очень распространенное явление. Там очень интересная пропаганда антикурения. Вот это фотография, которую я делал в Камбодже. И вот следующая мне нравится гораздо больше. Той же самой Камбоджи. Такая вот милая рекламка. По поводу климата буквально пару слов. В Камбодже, в частности, где я прогноз погоды смотрел. Апрель самый жаркий месяц. Вот там 21, 22, 23 апреля. Как раз начинается сезон дождей. Это очень хорошо видно на диаграмме. Температура плюс 40, плюс 39. Это вот где написано temperature. А если мы спускаемся ниже, где написано, ощущается как? Плюс 48. Еще раз плюс 48. Тут чуть пониже. На самом деле это очень тяжело. И влажность. Да, и влажность очень сильно скачет. То есть она то большая, то маленькая, то большая, то маленькая. Вот здесь, когда дождь. Понятно? Вот. Работаешь как фильтр. Вот когда у нас люди жалуются, вот там в Москве плюс 35, это невыносимо. Идите, как в апреле. Потому что ты пьешь воду, и в течение той же минуты ты чувствуешь, как она у тебя вот здесь, вот здесь, и начинает проступать каплями поток. То есть ты ощущаешься действительно настоящим фильтром. В туристических достопримечательностях этим пользуются. И, допустим, средняя стоимость бутылочки с водой где-нибудь там в Вайфае, красивый руинированный город недалеко от Бангкока, может доходить до доллара за полтора микророда. В Ангкоре полтора доллара, полтора микророда. А так в супермаркетах? Ну, копейки. Можно купить на доллар 10 центов, 5 центов. Ну, не, побольше, конечно, но на доллар можно смело где-то 3-4-2 литра в бутылке купить, в зависимости от того, где продается. А так полтора доллара, полтора литра. Это вот там пара. И самое главное, что не пить невозможно, потому что очень жарко, очень привыкаешь. Ну, не привыкаешь со временем к красоте, к красоте не важно? Ну, как в любом угодно. То есть, сначала это тяжко, потом, когда изольняшь день, только этому привыкаешь. Вообще, у местных существует сиеста. Это очень хорошо чувствуется. Вообще, люди там стоят очень рано. В 6 утра уже такое солидное движение, уже видно, что никто не спит. И у многих рабочий день начинается в 7 утра. Например, для нашей страны невыслимо, люди на работу всегда ходили. Потом в нем все так замирает. Заметно меньшее количество людей на улицах, меньше автотранспорта. У многих заведений может быть большой передыш. То есть, какой-нибудь банк может не работать с 12 до 3. Все это нормально. И потом, после обеда, такая вторая волна активности. Где-то в 6-7 она заканчивается. После 8 вечера вообще довольно тихо, если это не какой-то проевропейский повод. Вот это фотографии из Камбоджи. Камбоджа примечательна тем, что там официально можно рассчитываться долларом. То есть, страна не является имитентом долларовой валюты. То есть, печатать она их не может. Однако, используется везде и всюду. Если у вас есть доллары, вы ехали в Камбоджи, вы можете на местные деньги не иметь. То есть, с двумя можно рассчитываться валютами. Да. Но там проблема в том, что там нет металлических долларов. То есть, вот, допустим, цена 7,5 долларов. Это значит, что вы даете 10. Вам 2 доллара будут бумажками, а полдоллара насыпать местные мелочи. Вот. Камбоджийский переелень. Можно сразу заплатить Камбоджийскими переелень за этот товар, но просто их по полусу пересчитают. Вот такая забавная, эквивалентная. Да, естественно, все это округляется в сторону Камбоджи. Теперь несколько слов по поводу космоса. Да. Подытожить. По каким странам. Я не знаю, будет ли дальше. Про попадание, там, перегреты, границы. То есть, вы... Сейчас. Проградки за ответа, но это... Сейчас. Не то, что нужно. По поводу того, что нужно, что не нужно. Задавайте конкретные вопросы, повышите конкретные ответы. Хочу узнать, как проехать. Значит, смотрите, есть понятие Инго-Китай, есть понятие Инго-Восточная Азия. Немножко разные вещи. Индокит... Да, это непонятно, не видно. Вот. На этой карте изображен именно Индокитай. Индокитай – это полуостров. Он зажат с одной стороны Индии, с другой стороны Китая. Входят сюда вот 7 государств, из них все, кроме Ильямы, мне посмотреть удалось. Неста, то есть на Малайзии, Сингапур, Таиланд, Камбоджа, Лаос, Вьетнам. А Юго-Восточная Азия включает в себя весь Индокитай, плюс всевозможные острова, которые есть Индонезия, в которых кусочки торчат. По странную часть Малайзии, там еще есть Восточный Тимур и есть кусочек Папуановой Гвинеи. Ну, некоторые еще Филиппины включают, тоже состав Юго-Восточной Азии. По поводу попаданий. Проще всего и дешевле всего из Москвы лететь в... Либо Вьетнам, потому что у нас со времен Советского Союза хорошее отношение с этой страной. Либо в Таиланд, потому что Таиланд является топовым направлением. Внутри вот этого региона есть замечательный лоукостер, называется AirAsia. Ну, наподобие европейских визэйров, райнейров, они регулярно выбрасывают акции, когда можно улететь в цене 1 доллар за билет, но, соответственно, без багажа. Вот. Ну, а вообще средняя цена в пределах любого населенного пункта вот этого региона 50-70 долларов за билет. Без багажа. Причем можно купить за 2 недели, даже за неделю до вылета. Это все довольно бюджетно и здорово. По поводу визового законодательства. На короткий срок безвизовым является Таиланд. 2 недели, да? По-моему, да, 15 дней. Безвизовый является... Причем... Верни, Таиланд 90%. Не-не-не, точно не. Они последний год как раз завинтили вот это. И Таиланд еще отменил визараны. Год назад Таиланд был 14 дней русским без визы. Андрей, точно не 90%, это 100%. Потому что... 30 по прилету. Я визу Таиланда получал вот здесь в городе финансы. Там огромное количество как раз русских стояло. Они ездили без визараницы из-за того, что... Ну, короткосрочные деньги сейчас будут. Вот. Безвизовая является Малайзия. Причем это единственная страна региона, которая вообще никаких денег не берет за то, что вы не приехали. Вам ставишь штамп на 30 дней. Закончился. Съездили куда угодно, вернулись в Малайзию. Снова на 30 дней получили. И так хоть всю жизнь можно кататься. На срок до 15 дней для россиян без визы вы в Вьетнам и Лаос. Но в Вьетнам при условии, что вы в него влетаете. Это важно. Если въезжаешь. Если въезжаешь, виза должна быть оформлена заранее. Вьетнам государство, которое не оформляет визы на границе. Андрей, мы два года назад поезжали в Вьетнам, по земле есть Камбоджа, визы не требуются. Очень странно. Немцам требовалось, русским нет. Очень странно. Может, потому что украинцы не пасли? Я просто ему уточнял специально для русских и для украинцев. С украинцами все сложно. Куда не поедешь, везде нужна виза. А вот насчет Вьетнама и Лаоса для украинцев. Виза нужна. И в Лаос виза на границе. В Камбоджа тоже виза на границе. А в Вьетнам для украинцев? Я, например, оформлял визу сложным путем. Поскольку она мне нужна была многократная. Я влетал в страну. Я платил за трехмесячную визу 95 долларов. По прилету. Да, по прилету. Но при этом у меня заранее должен быть специальное приглашение, которое оформлено через интернет. Которое стоит еще 20-30 долларов. В зависимости от того, через какое агентство я делаю. Для Сингапура все, наверное, проще всего. Это одна из немногих стран мира, которая оформляет электронную визу. То есть, сидя в этой аудитории, имея выход в интернет, вы можете ее платить. Она стоит 40 долларов. Не забудьте ее распечатать. Там будет сказано, с какого дня вы можете въезжать в Сингапур. По большому счету, так. Андрей, можно облачить в Сингапур добавить? Там удобнее всего многие делать транзитную. 96 часов дают бесплатно всем. Да, если вы считаете, что 96 часов достаточно, чтобы посмотреть Сингапур, можно так сделать. Да, но ничего не стоит. Ну, на самом деле, да, не будет бесплатно. Предъявляйте им билет, чтобы вы вылетаете, и вам не наше часов ставят все. Только по прилету работаем. Только по прилету показывайте свой билет через 3-4 суток обратно, встать не наше часов без денег. Просто я въезжал в Сингапур послушай. Только Сингапур. Я въезжал больше, чем 96 часов, поэтому мне было необходимо нахорить. Нет. 40 долларов. 40 долларов. А если вы вылетаете, и у вас есть доказательства того, что вы вылетите, не вылетите, а вылетите из страны в срок 96 часов, то обязаны выдачу визу транзитную бесплатно. Вот. Еще важный нюанс по поводу Лаоса, Камбоджи. Поскольку страны менее развитые, чем другие, там на границе могут быть казусы. Например, когда я переходил границу между Вьетнамом и Лаосом, передо мной стоял паренек из Екатеринбурга, и он очень долго доказывал пограничникам, что у него российский паспорт, а ему виза бесплатна. Пограничникам говорили, нет, плати 30 долларов. Нет, бесплатно. Это катавасия, я не знаю, чем закончилась, потому что там пошли с начальником эти границы. Он был, он говорит, я точно знаю, я там прогуглил интернет, вот чуть ли не у меня там где-то распечатанное письмо с официального сайта, что должно быть бесплатно. Пограничникам говорят, плати и все. На Камбодже там еще интереснее. Там, допустим, все знают, что официальный виза стоит 20 долларов, могут попросить 40. Можно поторговаться, заплатить 35. Можно сказать, у меня нет больше, чем 20, посидеть пару часов под границей, может тебя пропустить, может не пропустить. То есть, ну, чем беднее страны, тем больше они шарашки для контора. По поводу автостопа. Самый простой автостоп в Таиланде. Я уже объяснял почему, потому что философия на них такая. В Лаосе сложнее, потому что в Лаосе плохие дороги. Таиланд довольно цивилизован, в Лаос раздолбан дальше не будет. В Камбодже автостоп практически невозможен, по причине того, что там не укладываются людей в голове, как белый мистр может не заплатить. Он же белый мистр, он на приори должен заплатить за все, чем пользуется. Ну вот, извини, без проблем. Без проблем. Где? В Камбодже. Но у меня не получалось. Опять же, ну... Это более убедительно, значит. Возможно. То есть, я пробовал неоднократно, и в конечном счете, когда больше часа, скажем так, это все тянулось, я уже предпочитал заплатить. Чем очередному водителю, который плохо говорит по-английски, объяснять, что мне в такой город нужно доехать. Бесплана. Ну, это как раз говор о том, что все субъективно, и рассказывают, как было у меня, это не значит, что так работает во всех остальных 100%. Во Вьетнане автостоп работает, но там проблема в том, что люди, на мой взгляд, у нас более жадные за деньги. Очень короткий пример. Я вам всем дал посмотреть. Я надеюсь, у них такое количество вернут. В Таиланде или в Лаосе, если дать водителю что-то посмотреть, например, деньги другой страны, он посмотрит. Нет. И с большей вероятностью вернет к тебе. А во Вьетнане, так или иначе, рано или поздно, водитель спросит, сколько это стоит. Обязательно. Хотя я ему там дал посмотреть, купюру 50 российских рублей, допустим. И у меня несколько раз были такие случаи, когда я говорю, сколько это стоит, а машина прикладет ее в карманы. Ну, потому что это долго. И как-то, ну, неприятно. То есть, и не скажешь ему мужике, он же вроде тебя подвозит. И в то же самое время, ну, то есть, ненталитет у людей вот такой вот рандомат. Вопросы какие были? Вот, как бы ты рекомендовал насчет автостопа, если, например, летать в Бангкок или тысячу слов, дешевые билеты в... В Ханой или в Хаширин? А, это Камбодзе, да? Нет. В Вьетнам. Вот у нас Хаширин, да. А, вот у нас Хаширин, а вот у нас... Как можно было построить автостопное путешествие по Югосточной Азии? Ну, значит, по поводу автостопа. Путешествовать можно здесь-сюду, но вам надо будет заранее уточнить проходимость границ. Дело в том, что границ между этими странами много, пропускной режим разный. Есть границы круглосуточные, здесь граница, которая работает только днем. Есть такие, где визу ставишь по прибытию, ну, то есть, приехал на границу, здесь минуту лет клеили, ты поехал. Есть такие, где виза нужна заранее. И вот я почему удивился насчет Вьетнама, потому что у меня был противодитель Лонни Племет по Вьетнаму, свежий, 2014 года. И там было сказано, что Вьетнам не выдает виз на границе никому и нигде. У них просто нет вот этого вот, скажем так, оборудования. Поэтому виза либо по прилету, либо получаемая заранее после другой страны. А вот так, чтобы приехать, показать паспорт, сказать, вот там там 30 долларов летим и внизу не работает. Могу опыт рассказать. Там не виза русским ставится, а просто штамп во въезде. Если до 15 дней. А? Если до 15. Да, до 15 дней. Возможно. Это просто штамп в паспорте, который тебе на 15 дней позволяет перемещаться как угодно. Мы въехали во Вьетнам, а после путешествия, мы были там на Пукохе, мы вылетели уже из Каши-мина в Москву. Возможно. Но еще раз говорю, я путешествую по украинскому паспорту это раз, и во всех странах я пройдет более 15 дней, это два. При этом немцы с нами проходили границу, они были с визами, оформляли там, чтобы там... Ну, их заранее было вклеено визы, не на границе. Вот, я об этом. Вот, это по поводу того, как построить путешествие. По поводу Китая. Ну, есть погранпереходы несколько, вот здесь, в частности, вот здесь два, между Китаем и Вьетнамом. Есть один единственный погранпереход между Китаем и Лаосом. Ну, я лично не был здесь на границе, потому что я ездил в Китай, смотрел информацию на интернете, все работает. То есть, если приедете, и у вас в грамотном образом оформлены документы, проблема будет, да, пропустишься в одну сторону. Да, виза Китая для россиян оформляется, да, ранее. Так, чтобы украинцы. То есть, на границу между Вьетнамом и Китаем нужно ехать уже с визой Китаем. Четыре дня. Ну, в разных концерках по-разному. В Москве. В Москве. Кстати, разный набор документов. Вот, очень входит у слух о том, что намного проще все визы оформлять на месте, чем делать это в Москве. Это и дешевле, и меньшее количество документов требуется. Не все. Тут же Мьян будет, надо делать в Москве. Возможно, не в коем случае не в банках. Не было Мьян. Вот, конкретный пример, с чем я столкнулся. Я делал визу Таиланда вот здесь, на Пенанге, в Малайзии. Я когда подошел туда утром, у меня с собой был только паспорт и деньги, которыми бы я оплатил визу. Мне сказали, что мне нужен билет из Таиланда в любую другую страну, чтобы они знали, под какой срок мне визу это сделать. Я спросил, подойдет ли бронирование. Мне сказали, да. Я нашел ближайший интернет-кафе. Забронировал на русскоязычном сайте. То есть там на бумаге все было написано по-русски. В том числе, допустим, Бангкок, Хо Ши Мин, билет. Я не стал заморачиваться переводить на английский. Я просто распечатал эту бумажку на гириллице и принес малазийцам. Прочитать они ее не могли. Мне не спросили, что это. Я сказал, вон, смотрите, это бронированный билет. Вот это Бангкок, просто по-русски написано. Вот это Хо Ши Мин. Вот это завтра такое-то февраля. Вот тут я забронировал, но сколько стоит. Мы сказали, окей. И взяли документы по промоку. На следующий день будет лиц. То есть там действительно все оформляется, ну, на мой взгляд, проще. Андрей, на сколько дней делал в целом? Первая виза выдается не больше, чем на два месяца. И первая виза дается однократная, если только ты им в письменной форме не объяснишь, что тебе нужна многократная, для каких целей и прочее. То есть ты делал на два месяца, да? Да. Это максимально возможный срок для человека, который первый раз. Первая. Во всех странах, естественно, возможно продление. Но продление стоит денег, это довольно замороченный процесс. В Таиланде, например, сейчас продление стоит 1900 бат. Это довольно дорого. Это около 60 долларов. Причем за эти деньги вы можете продлить визу не более, чем на месяц. Намного дешевле и выгоднее выехать в какую-то другую страну, побыть там и оформить еще одну визу в Таиланду, чем подливать ту, которая у вас уже имеется. Что касается Вьетнама, например, то продление визы желательно осуществлять в том месте, в котором вы ее получали. То есть если вы влетели во Вьетнам, допустим, со стороны Кишимина, а захотели продлиться в Ханое, это будет в несколько раз дороже и займет в несколько раз больше времени, потому что политика Вьетнама такова, что ваши документы все равно пойдут в Кишимир, там с ними будут разбираться, потом их вернут обратно в Ханое и за всю эту бюрократическую волокиту вы больше платите и, соответственно, дольше ждете. Вот такие же. Еще вопросы? Там, как вы видите, что такое маршрут, заработка? А, да, работать очень модно. Вообще в странах и в восточной Ассии. Работают в основном наши люди кем? Фрилансерами. Это можно работать где угодно, где есть интернет, я это рассмотрю. И второе. Работают с узкоязычной аудиторией. То есть, соответственно, самые заезженные нашими туристами места и работают с ними. То есть, самые популярные люди заработают. Вы либо агитируете на улице что-то сделать, то есть записаться на экскурсию, пойти вот в этот вот ресторан, заглянуть вот в кабаре-шоу, либо вы, собственно, проводите эти мероприятия. То есть, работаете гидами, работаете там сопровождающими на каких-то туристических маршрутах и все прочее. Соответственно, на все работает очень локально. То есть, основные места, где наши люди работают в Юго-Восточной Азии. Это Муинэк. Муинэ находится где-то в районе Муиньи, вот здесь. Это, соответственно, Паттайя, Куфе, это Пинанг, это Бангкок. На Сангапуре не работает? А, да, и в Самуи, конечно. Просто я на Самуи не был, поэтому такая Сингапура остается. Нет, в Сингапуре все намного сложнее. Сингапур одна из самых богатых стран мира, одна из самых замороченных правил из стран мира. Туда нельзя возить жевательную резинку, например, нельзя заплеваться на улицу. Все это сразу в штрафы в сотни тысяч долларов. Местные жители действительно это любят. И в Сингапуре очень маленькая вероятность, что вас возьмут работать по неофициальной визе. Когда мы об этом всем говорили, естественно, речь идет о отправлении визы туристической. В Таиланде официально работать по туристической визе нельзя. Вроде бы как это уголовное преступление, но на самом деле многие работают, и все нормально. И у вас будет крыша, и вас будут выгораживать. А Сингапур страна правильная, поэтому по не туристической визе никто даже рассматривает вашу компьютерную визу. Если верить интернет-ресурсам, в Сингапуре среднемесячная зарплата пять с половиной тысяч долларов, поверьте мне, лишних каких-то голодных ротов с СНГ, там свои жители делят прекрасную работу, прекрасно себя чувствуют. Во всех остальных странах работа по туристической визе, пускай запрещена, но возможно. Изначально моя цель была работать именно в туристической сфере в Таиланде. Я просто в Крыму по долгу работаю гип-переводчик, то есть работаю с курсантами, и мне казалось, что ничего сложного нет в том, чтобы выполнять ту же самую работу в Таиланде. Однако, все мы знаем, что у нас рубль подпузнил по семье прошлого года, и довольно круто обвалился, из-за чего большое количество наших людей не поехало вдыхать в Восточную Ацию. Поехали в основном те, кто либо не считает денег, либо те, у кого было заранее все проплачено и продумано до того, как случился обвал угля в ноябре 2014 года. Поток был намного меньше. Если верить словам местных работодателей, то в 5-6 раз меньше. Мне сравнивать сложно, потому что я не был тогда, когда там сезон, но то, что все наши русские туристические агентства там сидели на голодном пойме, это факт. И поэтому, когда я туда ходил и спрашивал, «Вам нужен хороший экспонсалон?» Они говорили, «Нет, не нужно». Я говорила, «А я очень хороший». Они говорили, «Знаете, так, если очень хороший, все равно не нужен, потому что у нас есть 10 работников, это только те русские, которые живут круглый год в Таиланде и живут сезонно. У нас есть еще 20 работников, которые к нам приезжают на сезон так же, как и вы, и поверьте мне, что на этих 30 человек у нас сейчас 4-5 работают, а остальные нет, зачем нам вас брать? И этот кризис, он вольно ударил по тем, кто был в Таиланде, наших работают, хотя мы с нашим работаем в Вьетнаме. Лаос и Камбоджа непопулярные направления среди нашего населения. То есть там просто не развит русский туристический бизнес. И в попытках найти более-менее адекватную работу в Таиланде оказалось, что намного выгоднее лично мне было приехать в Вьетнам. Я работал на севере, вот тут недалеко от Хроноя есть такой поселочек Тайбинь. Я туда по протекции моей хорошей знакомой путешественницы попал работать в англоязычную школу, в школу частную, где я преподавал английский язык детям вьетнамцам, но на английском языке. Все они были, не вставшие 12 лет, от 6 до 12, в группе от 10 до 15 человек, в зависимости от посещаемости, сидела девушка, которая знала более-менее неплохо английский, по крайней мере, она могла меня понять. Хорошо знала вьетнамский, но она вмешивалась в процесс обучения только тогда, когда было видно, что вьетнамские дети не понимают, что я им хочу объяснить. То есть довольно нечестно. Вот. Работа эта интересная, но была связана со своими тонкостями. Я для себя сделал вывод, что вьетнамцы по менталитету люди ушли до денег. Мне под всевозможными предлогами первые 2 недели категорически не предлагали подписать контраты. То есть все мои намеки на то, что давайте на бумаге зафиксируем все то, что происходит, поперлась на то, что да, нам некогда, пожалуйста, подождите, все хорошо, все нормально. При этом, собственно, дяденька, с которым я проходил собеседование, он очень хорошее произвел впечатление. Просто наиприятнейшее, которое только может быть. Я подумал, что такой человек не может себя привести нечестно, поэтому абсолютно не заморачивался. А дальше начинается очень интересный подводный камп. Ну, начнем с того, представьте, я учитель английского языка, вы вьетнамские дети. У меня есть опыт работы учителем на русском языке в родной школе. Естественно, я спрашиваю, какая у вас программа? Мне говорят, учите детей так, чтобы детям нравилось. Вей, бро? Нет. Я спрашиваю, что дети должны уметь к концу месяца? Учите детей так, чтобы детям нравилось. Потом я спрашиваю, какие нужно использовать технические средства? Почаще включайте проект. А что-то еще? Делайте так, чтобы детям нравилось и почаще включайте проект. Я понял, что у меня полный полет фантазии, поэтому готовился к урокам. Старался нестандартно, дети есть дети. То есть мы на уроке играли в морской бою, но на английском. То есть абсолютно все вот эти действия, все там, как будет крест по-английски, как будет там, попал, не попал, корабль, поле. Мы это все учили. Детям нравилось, мне нравилось, что это какие-то нестандартные уроки. Или там танцевали, ходили на экскурсию в город. То есть я старался все делать максимально разнообразно. Так прошло почти три недели. Потом мне говорят, просто приходит начальник фирмы и говорит, окей, вы завтра проведете урок, а послезавтра у них контрольная работа и они заканчивают обучение. Ну, у них заканчивается семестр, но мне нужно узнать, что дети умеют, какие результаты, а потом они решат будут, они продолжать учиться или нет. Ну, хорошо, провел МТС, отдал все эти листочки с контрольной работой, там, со справлением, со всем прочим, а на следующий семестр стало ходить детей меньше. Тут меня обвиняют, что, дескать, это потому, что я плохо проводил в роде. Как-то так странно, потому что мне не сказали, как проводить. Дети нравятся, но вроде нравятся. Плохо вы знаете, почему же в следующий семестр их стало ходить меньше. Ну, родители деньги закончились. Может быть, родители решили, что получился ребенок и мне на полном серьезе говорят, мы не будем платить тысячу долларов в месяц, который обещают. В результате, в конце месяца мне платят 300. за прошедшие они мне не заплатили. Нет, у нас как бы было как, то есть я отрабатываю месяц и потом мне должны заплатить тысячу. Последний день месяца мне заплатили 300. И сказали, мы тебе дозаплатим остальное, но я еще не знал, что остальное это будет еще всего лишь 400. Когда я в итоге спрашиваю, почему 700, а не 1000, я говорю, пока. Когда я начинаю более детально спрашивать, вот этот дяденька, который такой, ну, ты прекрасный, он просто переключается на вьетнамский язык и что-то обсуждается со своими коллегами. То есть я просто устой. Потом он вновь включает английский язык, спрашивает, ну, вы на следующий месяц будете с нами работать? Вот. А я был как бы в таком состоянии, что денег у меня было маловато. Плюс я уже заранее посчитал, что каждый месяц в месяц, ну, через 4 месяца мы с вами будем работать. Вот. В Вьетнаме, в принципе, если они не снимали жилье, можно жить на 250 долларов в месяц, прекрасно себя чувствовать. Я сразу посчитал, сколько я отказал прибыли домой. Вот. А тут вот так вот рушится вот эта красивая мечта карточным домиком. Я говорю, хорошо, я буду с вами работать, но мы с вами внесем маленькие... А, контракт мы подписываем на сих пор под различными предложениями. Мы внесем маленькие изменения. Вы мне будете платить 10, 20 и 30 числа каждого месяца. То есть распивай месяцную зарплату на 3, так, чтобы я был уверен, что он мне заплатил. Он мне в лицо говорит, окей. На следующий день мне приходит на электронную почту письмо, где написано, что 10 числа мы заплатим 10%. 20 числа мы заплатим еще 30%. И в конце месяца оставшиеся 60%. Вот. Я спрашиваю, почему? Я пишу, потому что вы работаете в туристической визе. Типа. И вы тут никто. И, дескать, намекают на то, что если я начну жаловаться и что-либо делать, то я вообще могу загреметь в туристическую пирму, потому что работа в туристической визе запрещена, а рабочими зависти в туристическую нету. Вот. И тут он мне проснулся какой-то такой демон, что ли. И я решил наехать на это котяченьку и написал ему следующим образом. Это было 9 апреля, то есть 10-го у него наоборот. Я ему пишу следующее. Если вы мне не заплатите ничего 10 апреля, то я сам обращусь в полицию и пусть вас накажут за то, что вы взяли работников по туристическому. Это же частная школа, но государственная. Если вы мне заплатите меньше, чем 330 долларов, то на следующий день я не выхожу на работу. Если вы мне заплатите 330 долларов, я с вами работаю до следующего, до 20-го числа. Если вы мне заплатите и предоставите контракт, я с вами работаю столько, сколько мы подпишем в контракт. И вот этот дяденька заплатил мне треть от 700 долларов. Я пошел на принцип, на следующий день я на занятия сходил, потом у меня было официальное выходное в неделю, в воскресенье, и в воскресенье собрал вещи и в воскресенье. Вот так вот не сложилось у меня учить креативно 15 лет. Не писал на почту потом, когда вы уехали? Причем дяденька очень стоически поступил, и он мне очень это не понравилось, вот само вот это отношение с работой. Хотя, в принципе, работать по-другому можно. Вот, да, то есть, ну как бы, вывод какой, где бы вы ни работали, где бы вы ни работали, скорее всего, вы будете очень зависимы от работодателя, вот по какой-то причине. Вряд ли кто-то из вас будет оставлять рабочую визу. Очень вряд ли. Это совершенно другие и требования, совершенно другие. Вы нужны гораздо больше бумаг, документов, доказывать, что вы не олень, что вы хороший человек, вы просто хотите поехать зарабатывать. Абсолютное большинство тех наших статичных, кто работает там, работают в туристической визе, это априори нелегально. Когда вы будете получать любую визу, неважно, это Камбоджа, Вьетнам, Таиланд, там красивыми буквами написано «Employment is prohibited». Все. Вы открыли, вы увидели. Если вы пошли работать, вы уже нарушаете законодательство. Будьте готовы, что работодатель будет вас, мягко говоря, обменивать. Где-то больше, где-то меньше. Я общался с очень многими знакомыми, друзьями, которые тоже там работают, и все сталкиваются примерно с этим самым. на словах обещают одно, на деле платят другое, даже если есть контракт, где есть подпись у двух сторон, где вроде бы прописано что-то, почему, в конечном итоге платят меньше, спрашивают почему, а потому что. И все. А какая сила контракта, если это нелегально? По большому счету никакая. Это скреплажка, которая вас будет утешать, что у меня есть контракт, и дело контракта. Но смысла нет, если это нелегально значит, она работает. Совершенно. Значит, заранее договорились, мы с нашим указом платят наши и их контракты. Кстати, хорошее. Но еще, как бы, как бы так сказать, там люди совершенно другого менталитета. Мне вот этот менталитет разумсить не удалось. То есть, когда я пытался там общаться с людьми, когда что-то касается работы, я совершенно не мог понять, какая будет реакция человека на то, на это, на это. Мы абсолютно другие люди и понятие о том, как должен быть устроен бизнес, у нас совершенно не такое, как в Юго-Восточной России. Поэтому, лично мое мнение, работать там, делать неблагодарное, если только вы не работаете сами на себя. Из вариантов работы самих на себя, ну, очень простой пример, в том же самом ВКонтакте полно групп, там, связанных там, мы любим Таиланд, все жители Паттайи, вы, допустим, хороший фотограф, приехали туда с роскошным, огромным объективом, где вы нажали и все, сама фотография сделала, вы можете обслуживать свадьбы, какие-то другие торжества, особенно, если вы хоть немножко знаете тайский, это просто идеально. Нашли бы объявление, написали бы такой отличный, классный, да, вот, давайте, вы еще со мной. и тогда все напрямую, допустим, взяли предоплату, хотя вряд ли кто там, да, предоплату, вот, выполнили работу, получили там, оставили с ним. А если, чем больше посредников, тем больше шансов, что он заплатит все меньше, меньше и меньше, и в любом моменту будет уйти, у вас туристическая рифа. И для тайцев, и для русских. На самом деле, туда очень много ездит наши соотечественники с большими деньгами, которые искренне хотят, чтобы их обслуживали не в 15, не тайцы, а русские. Вот, соответственно, кто ищет тут на них. Вот, ну, например, учителям, я для себя сделаю, вот, намного лучше работать в Китае. У меня сразу несколько знакомых сейчас работают учителями в Китае, причем все они русские, то есть это стереотип о том, что китайцы хотят, чтобы англичане, учили английского. Ну, если у вас хороший английский, неважно, где вы родились, какой у вас паспорт. Средняя зарплата в 1200 долларов в месяц, в 1900 долларов в месяц. Моя хорошая знакомая работает в триггере Шанхая, получает эти деньги. Учителя английского, да? Да, учитель английского для китайцев. Жизнь в Китае подороже, чем в Вьетнаме, но она говорит, что в 1200, в 1300 она в месяц откладывает стол. На оставшиеся вот эти 600-800 долларов в Китае. Уличные музыканты, это будет работать только там, где есть туристы. Соответственно, все те же самые, Самуи, Мойне, Хуке, Паттайя. Я, собственно, не видел, чтобы уличные музыканты где-то были в других местах, где нет туристов. Ну, а там, в принципе, деньги бросают. Там зависит от того, как вы играете. Сами знаете, да, бывают такие музыканты, что я держу уши, зацепляю, может, господи, когда я тебя пройду, а бывают такие, что стоишь, встречу песню, слушаешься, забываешь о том, что за дошком. Кто-то. Да, я хотела спросить, загруженность какая учителя? Ну, вот лично у меня работа была просто райская. Я работал с понедельника по субботу в вечернюю смену, потому что эти дети сначала ходили в свои детские садики школы, потом освобождались, два, либо четыре часа в день. То есть, либо один урок, когда два часа, либо два урока, там две разные, как вы были, тогда садить на четыре часа. В среднем получалось, сейчас можно точно посчитать, шесть, десять, десять двух часовых недель. Это как частная школа, частная английская. Да, это частная школа, то есть дети платили денег, их родители платили деньги за то, что дети ходят, в учет английского. Так ведь, деньги мы больше не получили. По сути, да, то есть до пяти вечера мне занятие в пяти вечерах начинали, все мог делать все, что я хочу. Вот, и это, кстати, очень хорошо подняло мой собственный английский. Я обычно занимался тем, что первые два-три часа делал урок для детей, которые придут, а потом искал какие-то материалы, чтобы свои английские поднять, например, сдать на сертификап той и пыль. Оказывается, очень полезная вещь. Если вы захотите устроиться в более-менее солидную фирму, у вас попросят либо АЛТС, либо той и пыль. Для тех, кто не знает, это бумажка, которая говорит о том, что вы прошли тест, и этот тест показал, что вы знаете английский настолько там. Тест комплексный, он включает в себя и говорение, и запоминание, и пересказ, и исправление грамматических ошибок, в общем, все-все-все. И если у вас высокий результат, с этой же бумажкой можно поехать в любой университет планеты, показать, что у вас такой вот результат, пройти. Есть только один маленький нюанс, это не бесплатно. Не бесплатно есть срок возраста. Возможно, только для того, чтобы это самое, пределить, что вы вообще немножко знаете английский, а не вы преподаватель английского. Тойфл сам по себе, вообще, это бумажка, которая показывает ваш уровень английского. Тойфл это тест от английского, это просто англический. Это как бы именно и знание языка, на тему того, а сможество, ты же тогда в личной стране. Но не говорит о том, что можно быть преподавателем. А если, но не лучше, конечно, то есть. Нет, в Тойфеле есть. Ну ладно, мне об этом речь. Речь о чем? Во многих местах спрашивают этот результат. Во многих местах. Я, допустим, когда устраивался на работу во Вьетнаме, меня спросили. Я им честно ответил, вы знаете, я сдавал этот тест, тестовый режим, но я не хотел платить 170 долларов для того, чтобы пройти его официально. Во Вьетнаме 170, в Украине 180, в России 225, это на официальном сайте Тойп. Выкинуть 225 долларов, чтобы вы получили бумажку, на мой взгляд, это только в том случае, если вы твердо решили, что вы идете туда, где эта бумажка железная. Меня взяли на работу без, меня спросили, каков ваш инвентаб, я сказал 180-120, мне сказали, очень хорошо, спасибо. То есть это все как бы мой уровень английского проверился в рамках непосредственного собеседования. Мне не надо было показать бумажку о том, что я знаю. А там все равно, да? По большому счету, да. Но как-то мне показалось, что Тойп более распространен. То есть, ну, как показалось, я когда гулял по различным городам, что в Вьетнаме, что в Таиланде, чаще рекламой висит, что сдать на Тойп. Наши английские курсы, подготовка к Тойпе, к результату Тойпе. Вот как-то оно больше в их глаза. А вообще, уровень английского во всех этих странах, кроме Малайзии, ужаснейший. То есть, в Малайзии более-менее нормальный. То есть, там даже бывали такие люди, с которыми разговариваешь, и понимаешь, что уровень недостаточно. Классный класс. Во всех остальных странах хороший английский грейдит. На полном серьезе. Если вы пытаетесь говорить красиво, без ошибок, правильно, велика вероятность, что люди вас не поймут или не будут хотеть понимать. То есть, они понимают, что вы под какую-то другую, из какого-то правильного чопорного мира, у них сразу какой-то блог включается. Начинаешь говорить на мерзком, коверканном английском, у них даже как-то заинтересованность появляется. Потому что они говорят на нем. Вот. Ну и лично я для себя сделал вывод, что самая не англоязычная страна – это Лаос. Чуть-чуть лучше английский в Вьетнаме, еще чуть-чуть лучше в Камбодже, еще чуть лучше в Триланде. На идеальном уровне английский в Сингапуре. Понятно почему. И на достаточно высоком уровне в Малайзии. То есть, если, допустим, вы не знаете английский язык и думаете, что это барьер для того, что вы поехали в Восточную Азию, это абсолютно не так. Совершенно. Потому что люди там его знают так же печально, как многие из нас. Ну и, соответственно, вы будете на том же уровне общаться, и вам будет проще. А вот в порядок общениях, например, в Китае часто рекомендуется записывать иероглифами слова, выражения, чтобы показывать пустые иероглифы. Вот использовал ли там, или на английском не говорил? Говорил? Или тоже записывал, показывал там какие-то слова? Лично я не использую, но вообще это полезно. То есть в ряде случаев я убеждал в том, что если бы я заранее подготовил какие-то слова, либо если бы у меня был какой-то электронный прибор, который позволяет вот так вот сразу покажать какую-то фразу, ну, скажем так, я бы быстрее добивался того, чего хочу. Вот оно, электронный прибор. Да. Скажем так, я просто поехал без соответствующих устройств, поэтому я был это пришел. Да, полезно. Ну, я для себя сделал вывод, что, например, в Малайзии дорогая техника. Как это ни странно, но то, что у нас продаются всякие фотоаппараты, объективы, прочие гаджеты, где написано made in Малайзии, они здесь дешевле, чем в самой Малайзии. Я не знаю ни чего. Ну, вот как-то вот. То есть там действительно было довольно дороговато. Я посмотрел цены, и сделал для себя вывод, что мне проще вернуться купить в Украине, и все это с нынешним курсом долларов стоит просто копейки. А был еще опыт работы в Украине? Именно там? Нет, на Кашказе там. Но это отдельная история. А в Таиланде нет? Ну, в Таиланде, я скажу так, меня нигде на работу не взяли, потому что я апеллировал на ту работу, которая связана с обслуживанием русскоговорящих туристов, а поскольку поток упал в несколько раз, просто не осталось надобности. Дело в том, что в Таиланде очень много экспатов, то есть наших соотечественников, европейцев, которые там живут постоянно, но работают в сезон. На всей вот этой территории, вот, наверное, вот отсюда примерно, и вот так вот на север, два сезона. Сезон заследи, сезон дождей. Ниже поливает постоянно. Круглый год, потому что тут климат реальный. В Сен-Габуле дождь идет день через день, это абсолютно нормально. А вот, начиная от Камбоджи, Вьетнама, и все, что туда выше, там очень четко выражен сезон дождей. Вот он сейчас там, где-то ближе к августа, сентябрю, в зависимости от местности, достигнут своего подея. В сезон дождей мало кто-то едет, там очень резко падает, поток туристов. И, соответственно, есть сезон засухи, тогда еще и менее жарко, и туда отправляется больше людей. Это для большинства стран этого региона с ноября по марту. Это очень удачно совпадает с тем, когда у нас погода морозная и мерзкая, и, соответственно, резко увеличивается поток туристов, и возникает надобность вот в этой вот сезонной работе. То есть я фотограф, я гид-переводчик, я сопровождающий и так далее. Вот. И многие люди из наших просто перестали на оставшиеся вот эти полгода уезжать домой в Россию. То есть они там нашли жилье, там действительно довольно неплохо, и полгода они ничего не делают, когда дожди, а полгода, когда погода более-менее хорошая, соответственно, обслуживает туристов. Как будет в этом году сказать, очень сложно, но вот именно из-за того, что год назад рубль рухнул, все было очень плохо. И вот и тайцы, и вьетнамцы не все жаловались от русских, русских приехал от мамы. Не были за это? Не были за это? Ну, что русских мало приедет. А тут нет. На самом деле там... Вообще не скучно, полгода там не ездить. Еще иногда ездить, первого года до трех годов, жить там вообще с годами. там же, как бы, другая страна... В конечном счете, я уехал оттуда именно потому, что очень соскучился по родине. Ну, я вообще уделен, полгода ездил. Ого! Я думаю, если ты жил в Москве, я работал здесь каждый день, я бы не захотелось бы уехать. Возможно, но по счастливой случайности, я живу в Крыму, и чем чаще уезжаешь из Крыма, тем больше ощущаешь, что Крым это лучшее место. Это мое личное. Вот. И через полгода, конечно, я уехала... Я почему не уехала раньше? Потому что, в конечном счете, у меня не было достаточно денег, чтобы купить билет, и хотя бы что-то оттуда уезти, чтобы не приехать сюда... Возьми. И вначале рассчитывал месяца на 4, так чтобы уехать в марте. Знаете, вопрос по вопросу, ну, везти. Действительно, которые, я знаю, ездят такими-то странными, они не только зарабатывают там, а вот именно продавить торговлю между перевозчиками и милочками. Везут туда-сюда. Да. То есть вот это как? Возможно. Но я это все не проверял на себе, но вообще, да, это очень выгодно. А что выгодно было? Например, драгоценные камни. Нищие Камбоджи, огромное месторождение губрудов, сапфиров и прочего. Если вы в этом разбираетесь и можете отличить стекляшку от настоящего камня, вы можете в дешевку купить там эти камни, каким-то хитрым образом пройти там можно, и скрепь, что вас там проверять не будут, может быть здесь, на канале. Привести это все, ну и пытаться это все здесь пространить по более высоким ценам. То же касается водовой, одежды, всевозможных там эзотерических материалов. Сейчас вот это очень модно, да, когда мы идем на рынок, а там что-то связанное с Гришной, с Буддой, там с какими-то другими велигиями. Да, многие наши ввозят государство. Серебро, золото. Все такие вещи там на порядок решают. По поводу того, скучно или не скучно. Страны категорично разные. То есть я для себя сделал вывод, что если вы переедете из Германии в Австрию, это в сто раз меньше эмоций, чем если вы переедете из Камбоджи в Вьетнам. То есть Европа вся, она очень похожа друг на друга по странам, друг на друга по сравнению с тем, насколько все отличается там. Поэтому если вам надоело в одном месте, достаточно немножко переехать, и все категорично поменится. То же самое касается ландшафтов. Вот в этой карте нет масштаба, но чтобы вы могли представить, от северной точки до южной точки – 2200 километров. Это равносильно тому, что съездите с Питера в Синтерополь. Представьте, сколько вы пересекаете географических зон, насколько там все меняется. Например, в феврале, когда я улетал из Бангкока, было плюс 34. Когда я через час приземлился в Ханое, там было плюс 16. Разница есть. Соответственно, разные растения. А, очень горный рельеф. Вот здесь такие большие красивые горы. Весь Северный Лаос в горах. В Янаме довольно много гор. Вот здесь они тут местами какие-то такие. Вся Малайзия горная. То есть, соответственно, вы начинаете подниматься в горы, в горы тоже меняется растительность, меняется рельеф, меняется пиво. Поэтому в этом плане не скучно. Совершенно не скучно. Но ностальгия по Родине, она даётся. Это будет очень субъективно. Естественно. Но мне не понравились в Янаме. Может быть, потому что это была последняя страна, которую я смотрел, и мне уже, скажем так, раздражала чуть какая-то мелочь. Она гиперболизировалась, и, соответственно, раздражался я от неё больно. Мне вообще не понравились те люди, которые используют буддизм. Соответственно, это Таиланд, Лаос, Камбоджа. Особенно в Лаосе. Потому что Лаос — это единственная страна на планете, у которой буддизм и коммунизм. Ну, развитой социализм, так правильнее. То есть это вообще в голове укладывается очень сложно. Но получается, что у них вот это вот типичное советское нервоззрение, но при этом они искренне верят в Будду. Вот многие говорят, что Таиланд — страна улыбок. Я для себя сделал вывод. Лаос — страна улыбок. Ты едешь... Сейчас ещё 5 минут, да? Нет. Так, едут 5-10 минут. Вот. То есть ты едешь, и тебе все улыбаются, при этом толком никто не знает английского, но все улыбаются, все тебе машут руками, потому что ты белый мистер. В Таиланде к белым мистерам трибы. Туда идёт гораздо больший поток туристов, поэтому там отношения поспокойнее. Во Вьетнаме привыкли, что на белом мистере можно заработать, даже если он этого не хочет. Соответственно, это более назойливо. Вы идёте по улице, обязательно кто-то подбежит там. Hello, motorbike, where are you going? Это может быть 5 раз, то есть спросить или 15 раз. Ты вот одному объяснил, что ты просто гуляешь. А тут тебе уже следующий поджидает. Либо тот и так и едет. Нет, ну давай, давай. И вот такой же набор вопросов. Сначала это мило, потом ты думаешь, вот дураки. Потом это начинает раздражать. А потом ты думаешь вообще, как это всё пресечь. Я стал прибегать к такой тактике, что местных жителей ни в коем случае нельзя обижать. То есть нельзя на них кричать. Упаси Господь поднять руку на человека, даже если он ведёт себя агрессивно. Потому что в том же самом Вьетнаме или в Камбодже это нормально, что тебе схватят за руку, когда что-то предлагают. Или что-то очень назойливое. Или вот нарушают вот эту границу личного пространства. Когда человек сидит настолько близко, что тебе неприятно. Хотя, может быть, он так спинулся. И я придумал несколько способов, как отвагить вот этих людей, которые хотят тебе что-то навязать. И при этом сохранить лицо. И вот один из самых забавных и действенных. Вот когда ты видишь, что какой-нибудь дяденька бежит, он уже хочет тебе что-то предложить. Очки продать или на мотобайке прокатить, естественно, за деньги. Вот он бежит, он уже открывает рот, чтобы спросить Вэрли Байк. Берешь воображаемый пистолет и делает вот так. И смеется вся улица. Кроме этого дяденька. Иногда их бывает несколько, а тогда можно поиграть там в какую-нибудь сервез по столу. То есть вот с разных сторон. Вы просто представляете все герои боевика, да? Чих, чих, чих. Это весело. То есть дяденька в ступоре, он не ожидает своей реакции. Он типа хочет что-то предложить, а ты в него вот так вот из воображаемого пистолета. Есть милый пистолет? Игрушечный. Не пробовал. Не пробовал. Возможно, водяной какой-нибудь. Вот. Второй вариант. Он, ну, скажем так, когда надоело расстреливать их из пистолетика, можно прикидываться больным. У него тоже довольно весело. Вот он у тебя что-то хочет, и ты вот так вот стоишь и спускаешь просто. Он тебе три-четыре раза что-то спросит, ты вот. Хм! 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 Иногда бывало, я на них лаю. Хм! Он, например, задавал, что ты просто мяукаешь. Ну, иди, а потом. В чем? Основная суть в чем? Это разговор шаблона. Он не ожидает такого поведения, он не знает, что делать. Он ожидает, что ты ему десять раз скажешь, что мне не нужно, поэтому он спросит одиннадцать раз, чтобы в итоге тебе парить свои условия. А потому что ты на него будешь лёгкоть, естественно. Хм! Для... Вот самые назойливые люди почему-то были вот в Индии и в Вьетнаме. И вот для назойливых вьетнамцев я придумал вот таких назойливых, которые тебя держат за руку, которые тебя пытаются куда-то утащить, то есть которые вот совсем нарушают границы личного пространства, я придумал делать по-другому. Я всегда ходил с картой. Ну, обычно это карта города какая-нибудь. И вот он начинает тебе крести, что-то говорить, ты вот так вот наращиваешь карту в трубочку. Нет, бить нельзя. И самое главное, нельзя касаться головы. Это вот в буддизме очень жёстко. Вот, потому что голова считается тем местом, где обитает дух. И если ты фаранг, если ты белый, то ты можешь коснуться голове и принести несчастье этому человеку. То есть, ну, проклясть его, испортить карму. Поэтому ни в коем случае там детей нельзя гладить по голове. Касаться головы ни в коем случае нельзя. И иностранцы, ну, и они, кстати, тоже никогда не будут подать голову. Касаться, кроме как волосы. А если выражать про чат, то головы? Ну, как правы? Не пробовал, но это ж воля для экспериментов. Вот, и в общем, когда вот тебя вот этот вьетнамец держит, дергает, вот он пытается вот что-то тебе парить, ты просто вот так вот делаешь трубочку, ухом, подносишь ухом и кричишь «О-о-о-о-о-о!». То есть, ты его не касаешься, но он, естественно, в любом случае тебя отпустит. И он думает, а нормально или ты? Это на самом деле единственный способ сохранить там лицо, потому что это раздражает безумно. Особенно Вьетнам и Индия, вот две особенности, где тебя именно пытаются что-то память. И еще одна такая характерная особенность, особенно для Камбоджи, и для Индии, очень много людей с какими-то природными дефектами. Это из разряда неприятностей. То есть мы привыкли к тому, что у нас на улице редко попадаются люди, которые уродливы внешне. В Камбодже, в некоторых местах Вьетнама, особенно в Индии, это совершенно не так. Там наоборот, если ты чем-то болен, это отличный способ заработать деньги на попрошайничество. Поэтому ты идешь и видишь людей, у которых там костыли, это ладно, у них могут быть очень сильно выкручены руки, ноги. Причем непонятно, то ли это болезнь в духе пыления элита, то ли это родители пошутили за своим ребенком, потому что у них шестой в семье родился и нечего кормить. Это не смешно, на самом деле. Поэтому пока ткани мягкие и косточки еще хрящеподобные, специально ее в эту руку так вот выкрутить 3-4 раза, чтобы он на всю жизнь остался уродом и ему будут кидать денег больше. В Камбодже мне встречалось очень много людей с какими-то дефектами, с оторванными руками, ногами. Я сначала думал, что это эра бомбардировок. Камбоджа вообще самая несчастная страна из всех, которые там есть. Все знают, да, режим Красных Кмеров был такой. Пол Ход, человек, который с 1975 по 1979 год, то есть фактически в наше время, делал уникальные вещи. Он все 9 миллионов жителей расселил поселом. В течение 20 часов он выселил все городское население со всех городов Камбоджи. Он закрыл все больницы в стране, все школы в стране, все университеты, отменил деньги, объявил камбоджийцам, что они произошли от истового семени и должны всю жизнь выращивать ист. Это 1970 год. Это не феодальная эпоха, это не античная какая-то там Греция. Это было 40 лет прошло. И до этого дяденьки, до Пол Поттера, там был Лон Ноу. Он генерал, который пришел туда в рамках государственного переворота, он вел очень проамериканскую политику. А к этому времени на территории Камбоджи, вот здесь повсеместно, уже находились вьетнамские партизаны. То есть тогда северный коммунистический Вьетнамп воевал против Южного. И чтобы забрасывать до всяких диверсантов использовалась территория Лаоса, который стал коммунистическим, и Камбодж. Так вот, вот этот вот генерал, он объявил, чтобы все вьетнамские партизаны с вот этой территории вышли в течение недели. Естественно, они не торопились выходить. И тогда, представьте, да, правитель Камбоджи попросил Америку, чтобы она чуть-чуть побомбила его страну. И выкурила вот этих вот 15 партизанов. Америка бомбила сознательно или несознательно добрую половину страны. Из-за того, что там постоянно сменялись режимы, там практически все заминировано. Камбодж является одной из самых заминированных стран в мире. И если верить путеводителю Лоунгри Клэна, то там до сих пор не раскопали 6 миллионов снарядов. В стране 15 миллионов человек. На каждую семью земля лежит снаряд. И я думал, что вот эти люди... А, ну там, действительно, более 40 тысяч человек погибло после того, как официально закончилась война в Камбодже. Просто от того, что они случайно в лесу набрели на мину. Даже сейчас, в среднем, от 1000 до 2000 человек в год либо умирают, либо становятся инвалидами просто потому, что ходят не там, где думают. И я думал, что все эти УОЦы – это из-за этого. Но мне местные жители объяснили, что не совсем. Да, есть те, которые нашли американскую мину, а есть те, которые стали жаркой местных врачей. Там огромное количество ядовитых пей. Везде. И во Вьетнаме, и в Таиланде, и в Камбодже. Например, если вы хоть немного сходите с туристических маршрутов, либо если вы местные жители и изучаете местные джунгли, то встретить их очень просто. А вот теперь представьте, вы гуляли по лесу, вас укусила змея. Змея, скорее всего, что сделала потом? Укусила. Укусила и... Упала зла. Ну что, она сдохла на витамиде? Прямо. И упала зла. А вот теперь представьте, неважно, комбоджилиц вы там или русский, вот вас укусила змея. Да, вы, естественно, в панике, вы не знаете, какая-то хорошая, плохая. Вы приехали в больничку, вы начинаете описывать эту змею. Какова вероятность, что вы опишете той, которая была на самом деле? Ну, а разве что в детстве? Да, что вы... ну да, она тебя просто падает. Или картину. Скорее всего, вы опишете ее неправильно. Соответственно, этот врач, неважно, с категорией он или без, он понятия не имеет, как вас лечить. В Камбодже очень плохо с больницей. Именно в больнице, в нашем понимании этого слова, только в нескольких больших городах. Во всем остальных местах какой-нибудь лекарь. И вот этот лекарь просто-напросто вас за ногу укусил, он взял, он так вот ногу перетянул, типа, чтобы яд не распространялся. А там, дескать, посмотрим, что будет. И даже если из меня не была ядовита, из-за вот этих всех дурных антисанитарных условий и самих принципов лечения, из-за вероятности у них никого в ткани, какая-нибудь гангрена и прочая гадость. И в конечном счете, эту ногу или руку, замотанную тем врачом, стало прежно. И вот большая часть уродцев в Камбодже, как мне объяснили, это именно ребята, которые общались с местными ядовитыми животными, а не те, которые были лечены. А там сильно много разных видов злей, лечения... Вообще очень много всякой гадости. Лечение отличается? В смысле? Ну, то есть одна змеоксия или другая змеоксия? Единственное адекватное лечение – это введение заранее готового антидота, то есть противоядия. К любому яду можно создать противоядие, логично. В Таиланде, например, то, что недостоверно известно, в каждом крупном городе есть специальный центр медицины, там хранятся противоядия. Все, что нужно сделать – это успеть туда до того, как ты скопытишься. Вот. В Камбодже вряд ли такое работает. Поэтому самое важное – знать, что колотит. Поэтому, если вас укусила змея, действительно, лучшее, что можно сделать – это успеть ее сфотографировать, если вы не успели ее поймать. Это наиболее повышает ваши шансы, что вы останетесь живым. В цивилизованных странах – в Малайзии, в Таиланде – змеи, ну, и с нами, кстати, тоже, они вот так просто не встречаются. То есть, чтобы их найти, они целенаправленно лазят где-то по горанам, по джунглям, по национальным паркам. А вот в Камбодже, в каком-нибудь Лаосе – это нормальная практика, что это на дороге встреча у раздавленных змей. Прямо в городе, на окраине, просто какая-то змея ползала, там, в ручью, ты поймёшь с коветарей. А в Таиланде, у нас где-то бережные змеи? Змеи есть везде, но в туристических местах. Их внутри. То есть, как бы, все очень просто. Если вы едете по туристическим местам, шансов встретить какую-то гадость, то минимум. Чем больше вы желаете исследовать какие-нибудь интересные уголки и серии «я пойду туда, куда никто не ходит», чем больше вероятность, что вы там же останетесь. В этом плане, не нужно, там, защищать джунгли, не пускать туда людей. На город, ходите, вы сами пострадаете. То есть, там нет необходимости изолировать территорию, чтобы никто туда не ходил. С мачете можно найти? Ну, может, как бы по городу… Или запрещено? Там вообще, как бы, с холодным оружием. Вывозить вряд ли. Нет, вы ходите. Вот так. Ну, говорю, если вы в городе, там, в Бангкоке будете ходить с мачете новостранным, посмотрите. Ну, это город большой. Много миллионов жителей, да. А там почему бы нет. То есть, там нет такого запрета, что нельзя в джунгли ходить. Пожалуйста, взял мачете, умей, иди. Все равно через, после тебя, через неделю зарастет. Нет, я имею в виду, вообще просто… Найду, ты что-то на том? Нет, я сомневаюсь. Вот. Вот. Я не изучал, собственно, Ленин, рекомендатик, но я очень сомневаюсь, что… Андрей, можно найти вопрос? Скажи, ты слышал, что, или была у тебя практика в Таиланде, в Центральном, Северном, насчет жизни при храмах? Там можно, как монахов, я знаю, берут, мне рассказывают некоторые ребята, и можно жить при храмах монахам. При любом буддийском храме можно какое-то время жить. Скажем так, поставить палатку – это сто процентов. Не, не палатку. Там именно они к монахам записывают и снимают по их режиму до 12 дней. Чтобы жить в общежитиях, это нужно уточнять. Есть закрытие общежития, есть открытие. Мужчину возьмут с большей вероятностью, чем девушку. То есть, девушке намного сложнее попасть в туристское. Потому что, ну, женщина не может быть монахи. Вот. Еще такой нюанс. Если это заезженное туристическое место, весьма вероятно, что это платно. Либо, что вы там, скажем так, в обязательном порядке какой-то донейшн составляете в порядке. Если это менее заезженное место, там можно и неделю попасть. Потом там очень популярны всякие духовные практики. Какие-то литритов или репассаны и прочего. Это все не бесплатно. Потому что это все поставлено на конвейер. Это очень модно, особенно среди европейцев. То есть, приехать в Фриланг, записаться на вот эту репассану. Суть которой состоит в том, что вы неделю ни с кем не общаетесь. Ну и на полную сервенцию. Не, ну если у вас офисная работа в Москве, там, 360 дней в году, то круто, наверное, вы неделю ни с кем не общаетесь. В Москве такое тоже проводят только платные. И там тоже платные. Очень редко вы найдете бесплатные. То есть, принцип очень простой. Чем более туристический регион, тем больше вероятности, что Стас попросит денег. Потому что это конвейер. Это она вообще бесплатна. В Фриланде нет. Она вообще по всему миру бесплатна. В Фриланде нет. Сто процентов. Я этого и делал, но у меня хорошая знакомая, которая это делала, и она платила деньги. Либо сиди у себя в палатке и действия не общаясь с тем. Если вы это хотите сделать при храме, это только за деньги. Просто вам чекеры давать не будут. Вы оплачивали деньги. Это как бы железно, но это опыт моей хорошей знакомой, которой я доверяю сто процентов. Она платила. Более того, она заранее записалась, потому что просто так приехать на следующий день это значительно нельзя. Но еще раз. Чем дальше вы от туристической цивилизации забираетесь, тем больше вероятности, что это будет без вас. Ну и более интересно. Просто все доходит до того, что, например, я лично видел такие храмы в Таиланде, куда вход платный. Просто потому, что сделай туристической достопримечательностью. А чтобы ни у кого не возникало вопросов, они еще и билеты будут. Вход на копеечную полдоллара будет стоить, но сам факт. Вы хотите посмотреть, пожалуйста, вот билетик. Это нормальная практика. В Волливове, например, главный кафедральный собор, если помолиться бесплатно, если покатографировать уже оплатно. Сколько денег потратили? Ну, я довольно бюджетно старался перехаствовать. И затраты вышли такие, тысяча долларов на авиабилеты. Авиаперелеты были Москва-Индия, потом Индия-Малайзия, потом Таиланд-Вьетнам и последний Вьетнам-Москва. Все в сумме. А, и еще у меня был билет на Индонезию, я так и не воспользовался, я тоже все включил, в сумме 1000 долларов. Билеты выбирали заранее, максимально дешевые, невозвратные и так далее. Потом, у меня 330 долларов ушло на различные визы. Это довольно много, потому что у меня украинский паспорт. Если путешествовать российским паспортом, то в Камбодже только придется точно на визу заплатить. Но все остальное, в принципе, можно не платить, если у нас строго 15 дней, если не на долго. В Индию не знаю, сейчас отменили, визу не отменили. В Индонезию отменили, а россиян на бумаге. А по факту еще две недели назад мой друг платил за визу в Индонезии. Две недели назад, это же в начале мая. Ну опять, это период. Так много зависит от чиновников, как в Лаосе. Вот он говорит, что ты русский не платишь, а он говорит, нет, я не должен. Нет, ты платишь. Можете попробовать докажи, что у меня оселы, у них на границе Лаоса нет интернета. Ну а там-то сколько денег потратили? Вот, а непосредственно там я потратил, сейчас вам точно скажу, 1900 долларов за 6 месяцев. На все. Это по курсу и по тому? Ну, скажем так, я изначально завозил все в долларах и как бы все приравнивал к доллару. Поэтому колебания рубля меня мало волновали. Тем более, что это были именно колебания рубля. То есть местные валюты за последние полгода практически не скакали. Таиландский бат вообще одна из лучших валют на планете, она очень стабильная. Она даже стабильнее, чем в долларах. Если верить в них на наличие. За год на бат по дороге он получил. За год на бат по дороге он получил. Да, то есть бат сейчас выгоднее к доллару, чем полгода назад. Нет, 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 на народ. На народ? Да. Это классное отношение с рублем. То есть почему разговор? Рубль обвалился, а валюты не обвалились. Чуть-чуть упал вьетнамский донг, чуть-чуть упал. Вот. За малайзийским рингитом я не следил. Тайский бат как был, так и есть. 11 долларов в день у тебя вышло. Ну, непонятно. Жульем совсем... Да, это при том, что на Пхукете мы снимали жулье на месяц. То есть то, что называется кондоминиум. То есть апартаменты. В Южном Вьетнаме я на короткий трон снимал жулье. То есть мы... Апартаменты означают... А, нет, по поводу мы. Как бы, поскольку путешествие было большое, я постоянно менял компании. В Индию мы летели в Петерон. Из Индии в Малайзию нас летало двое. В Малайзии я нашел других своих знакомых, мы путешествовали опять в Петерон. Переехали в Малайзию, мы полностью поменялись. То есть у них свои дела... Таиланд полностью поменялись, у них свои дела у меня свои. В Малайзии нашли еще четверых. Мы путешествовали по Таиланду. Потом вдвоем доехали до Бангкока. Потом из Бангкока я улетел один в Ханой. Там нашел еще русских. Потом переехал в Южный и там еще. То есть как бы не было ни одного человека, который со мной путешествовал полгода. Все на какой-то момент привыкали. Отмыкали его. Вот когда мы жили в Таиланде, мы снимали семеночек. Вопрос насчет автостопа. Бывает, что подбирают к себе домой ночевать, приглашают? Там это не принято. Это не Кавказ. Вообще не было ни разу. Бывает. Нет. Бывает. Где угодно бывает. Но не принято. Скажем так. Вот когда я ночевал в Лавовской школе, дяденька сначала забрал меня к себе домой. И тоже покрыл ужином. Потом сказал, извини, я не могу тебя оставить дома. Я говорю, да не вопрос. Давай я тебе палатку поставлю на подворье. Он говорит, нет, давай я тебе лучше в школу отню. И я ночевал. Ночью открыл ее. Да. Открыл. Закрыл. И сказал, я 8 часов утра приду. Когда будут занятия. Я говорю, давай ты придешь пораньше, чтобы я учеников своих не чурчал. Ну хорошо. Он пришел в 7-30 и мне выпустил. Потом учились занятия. То есть я его детей вяжу. В принципе, в любой стране я зайду домой. Но привыкли, чтобы в Кавказ это упасть. Мне кажется, там это не принято. Но если напроситься, то можно. А в качестве это не странный? Каучсерфинг, лично мой опыт, он странный. В Малайзии, например, был замечательный каучсерфинг. Это первый раз в жизни, когда я ночевал в отеле. В отеле живет нигериец. У которого там в огромной комнате. У него одна комната была точно больше, чем это помещение. А потом там еще и другая комната. Он там устроил настоящий сквот. То есть там просто как конвейер каждый день ходили туда-сюда люди. При этом он мне вручил магнитный ключ от 38-го этажа, когда заезжаешь в бассейн. Причем это классический бассейн. Когда ты плываешь до края, вода только падает вниз и никуда. И видно весь хололуху, башни Петрома, телевышка, все телевостремы. Это каучсерфинг. Это не каучсерфинг. Это не каучсерфинг. Это каучсерфинг. Это каучсерфинг, да. В Таиланде каучсерфинг довольно хороший, но мне очень не везло с датами. То есть я писал на одну дату, а мне говорят, ой-во-й-во, а можно там через пару дней? Вот, допустим. Вот сейчас не могу. Или можно раньше. Когда у меня получалось поменять график, мы останавливались отлично. Очень здорово. Очень люди общительные, очень приятные. Тайцы. Тайцы. В основном тайцы писали. Очень забавный случай был в Лаосе. Я хотел каучсерфингу остановиться в Янкиане. Это лаоская столица. Там был какой-то англичанин. Я ему написал. Кто-то знает каучсерфинг. Пользователи, которые из тратистских стран, они такие немного с бонором. То есть очень часто там так написано. Если ваш запрос не будет начинаться с какого-то слова, я его не буду рассматривать. Типа вы не дочитали мой профиль до конца. Типа вы там просто спам-рассылкой, либо куда поселиться. Вот. Я посмотрел этот профиль. Там было написано. Чините мой запрос с такого-то слова. В общем, с такого-то предложения. Я его вставил. Все ему очень красиво, подробно описал. Он мне очень тезисно ответил. Ноу точку. Все. Мне это как-то обидело. Он мог бы хотя бы объяснить, что, как. Вот. А потом я его совершенно встречает встретил. В Китяне. На набережной. Он с каким-то чернокожим товарищем. Это очень интересная история. С каким-то чернокожим товарищем. Они делали какую-то странную вещь. Там была лестница на набережной. Они по этой лестнице забегали вверх-вниз, вверх-вниз. И он говорил о том, что это Бакман. В общем, это какая-то методика похудания от мистера Бакмана. То есть он это все потом укладывал в YouTube. И он попросил меня, чтобы я снял это все на его смартфон. Дескать, вот, товарищ, держи. А мы поделим пять минут, а ты это все снимешь. Причем я тогда его не идентифицировал. То есть я ему это все снял. Он такой говорит, о, типа, cool, man, this is very good. Можешь с ним дать какие-то контакты, там, да-да-да. Не вопрос. Вот. И я ему оставляю свой электронный адрес. Он мне на следующий день пишет благодарочку. И я смотрю на эту шагину. И захожу в ключ-серфинг. И я понимаю, что я ему уже писал. Вот. Вот такой вот нехороший человек. Он спектакльно испортил, возможно, значит. Вот. Я не стала его абсолютно ничего писать на эту тему. Вот. Во Вьетнаме я в ключ-серфинг плохой. Очень много отказов. Единственный человек, который согласился меня принять, через несколько дней, в итоге тоже написал, о, извиня, я не могу. Местных языков. Местные языки учиться сложно. Во-первых, они тоновые. Я уже разницу приводил, как это сложно. Это, кстати, та причина, почему вьетнамцы и тайцы катастрофически не любят петь. Но при этом весь Вьетнам обожает караоке. Это просто можно застрелить. Каждые 10 метров караоке. Энни-хайдеев, родины, ну вас они поют. Вот. Причем это может быть и до полуночи, и после. И некоторые в 6 утра поют на караоке. Потому что в 6 утра уже давно день. Вот. А еще местные языки учить сложно, потому что в Камбодже, в Лаосе и в Таиланде шрифт не латинический. То есть это буква лапша. Вы потратите огромное количество времени просто, чтобы понимать, что это такая буква, это такая, это такая. Это безумно сложно. Вот. Поэтому я пробовал лучить, но у меня обычно язык ограничивался знанием 10 слов. Привет. Спасибо. Бесплатно. Да, сколько стоит. Остановите здесь. Дорого я, кстати, не использовал. Дешевле, значит. Правильно. Все бесплатно. Что-то, что-то, все бесплатно. Прямо. Это обязательно. Когда едешь автостопом, обязательно нужно знать слово «прямо». Вот. Потому что многие спрашивают, куда ты едешь. То есть ты вот здесь поймаешь машину и скажешь, что ты едешь в Бангкок, он испугается и не возьмет тебя. Это больше тысячи километров. Куда ты едешь? Прямо. А там уже на месте объясняют. Стоит стоит. Вот. И это такой достаточный набор. При желании можно выучить больше. Язык учится легко в тех местах, где люди не понимают английский. Это логично. То есть там, где английский понимают, ты все чаще говоришь по-английски, соответственно, мне надо просто учить местный язык. Когда ты раз, два, три, пять столкнулся с тем, что люди не понимают твой английский, ты так или иначе начинаешь учить местный. Вот. И напоследок я хочу еще одну забавную рассказать. Вот. Она будет про Индию, но она в тему. Она вот, скажем так, передает весь вот дух того, как вообще все работает в Азии. Она случилась на пятый день моего огромного полугодового сухихрествия. Там есть этот городок, называется Кушкар. Кушкар довольно известный город, потому что он священный. Туда снизу свяжаются и тусы, и местные, там все очень весело и здорово. Я вот таким маленьким значком шагаю по Кушкару и свой фотоаппарат я положил вот в такой боковой карман. Только с этой стороны. Не потому что я дурачок, просто я его все время таскал в руках, мне надоело. Там довольно жарко, руки плотные. Я его туда-сюда достаю и я его убрал всего лишь на пару минут, чтобы мне руки не свободны. Ко мне со спины подъезжают ребята. Два молодчика на мотобайке. Естественно. Hello, Mr. Where are you going? Do you need something? Там-та-та-та. Мне уже надоело его не объяснить. Нет. Я тогда еще не умел стрелять из этого воздушного фистолета. Вот. Поэтому я просто у меня наушники вот здесь. Я так демонстративно надеваю наушники большие. И делаю вид, что они мне даром. Он мне пытается еще что-то сказать. Он просто вот такого ножка показывает. А я еще доделаю левой рукой. Винди левая рука считается плохой. Вот. И они отстали. И я думаю, бог какой. Как они быстро отморозятся. В ту же минуту этот байк без шума ко мне подкатывается. Они вырывают этот аппарат, отъезжают метров на десять. И тот парниша, который сзади сидит, просто начинает вот так вот вращать. И улыбается все эти. Я понимаю, что у меня только что улыбили 300 долларов. И это пятый день путешествия. Я только начал свою поездку. Я делаю такой рывок в сторону этого байка. Байки, естественно, успевают уехать. И я понимаю, что бесполезно за ним бежать. У меня какой-то включается инстинутное сохранение. По дороге едет машина. Я ее останавливал буквально как американский полицейский. Я просто стою на ногу и машина передо мной останавливается. Я открываю дверь. Говорю, мне нужна твоя машина. Ну, на самом деле. Я просто сказал, что нужно гнаться сейчас байком. А за рулем сидит индуз. Он явно приехал туда молиться. Потому что он весь заводит какие-то тряпочки. Это красные точечки. Он весь такой вот день на городе. Причем у него не очень хорошие бельские. Потому что он стал понимать. Тогда, когда я уже сел к нему в машину без приглашения. Еще не закрыл дверь. Я говорю, гоу, гоу, гоу. Он понимает, что со мной спорить бесполезно. И тут начинает кричать какой-то мужик со спиной. Вообще непонятно, что кричить. Походу на хинди. И я вижу, что валяется мой плеер. Вот кто-то выродил. А плеер сталенький какой-то там, Суни Уолкман. Я смотрю на плеер. Смотрю на ребят, которые уже почти скрылись от поворота. Я понимаю, что либо одно, либо другое. Я решаю, что плеера мне нужен меньше. Я захлопываю дверь и говорю индусу гоу. И мы начинаем ехать. Начинаем гнаться за этим байком. Мы его сначала вроде как видели вдали. А там всякие вот такие хитрые дороги, развилки, холмы. Мы его из виду потеряли. Катались мы с этим индусом около часа. Он английский знает плохо, это была наша беда. То есть при попытках расспросить, что это придорожные кафешки, на заправке. Видели ли мы там байк, двух ребят. Большей частью мы напекались на непонимание. Люди не знают вообще, что я хочу, что я такой здесь нервный бед. В итоге где-то через час индус понял, что он уже свое доброе дело сделал. Он плюсик в карму получил, пора меня сливать. И он очень красиво это сделал. Он просто приехал в село, взял меня за руку, подвел какому-то парнишку, который хорошо говорил на английском и справился. Я парнише объясню, в чем дело. Он говорит, ну пробуем, я тебе уважаю. Собирает всю молодежь этого села. Просто как на митинге. Все общение идет на хинди, поэтому мало понимает вообще, что происходит. Но я так понимаю, что он им поставил ультиматум в серии «Ребята». Кто-то из вас по-любому знает тех, кто украл фотоаппарат. Чтобы ультиматум лучше сработал, он взял ключи от фотоаппарата и сказал, что дескать не вернет, пока вы не сдадите людей. Проходит, наверное, где-то час. Он в итоге отдает эти ключи и говорит, я выяснил практически все, что нужно. Здесь есть те друзья, которых украли фотоаппарат. Я говорю, ну отлично, давай все решать. Он говорит, ну это не так-то просто, но сейчас я это все порешаю. Это все дальше решает, еще около одного часа. Они уже скучно, не понимают, что происходит. И он говорит, все, я все выяснил на той фотоаппарат в сорока километрах отсюда. Не знаю. Ладно, окей, поехали, поехали. Мы садимся втроем на байк, его друг за рулем, он. И там уже сзади непонятное поселение заканчивается, там я решился смотреть на этот закон. И мы едем 40 километров по самой кизяковой Индии, которая только существует. Где нет асфальта, где белого мистера отравясь не видели, по каким-то пыльным колдобинам, вообще не ясно где, 40 километров, уезжаем на федеральную трассу. Такое же хорошее, как шоссе обычно. Как М1 на Беларуси. И на этой трассе село. Заходим в кафешечку, мы говорим, в течение 10 минут принесут твой фотоаппарат. У меня уже разрыв шаблон. Где меня обокрали? Где все тут митинги происходили? Куда мы поехали? Тут мы на фотоаппарат. Окей, пьем Масау, все хорошо. Приходит толпа местных, все молодые, человек 15-20. Один за спиной что-то держит, я вижу, что песеночка болтается, песеночка от моего фотоаппарата. А он торопится, говорит, мы тебе отдадим, но ты в полицию не заявляешь. А, все через моего друга переводчика. Они говорят, не могу. И говорят, не вопрос. Какая полиция? У меня и так-то ключей нет. К тому же. Давай фотоаппарат поехали. Он встает фотоаппарат. Он выглядит так. Причем он в хлам разбит. Трещины на экране, рассыпанные объективы, деформации корпуса. Первая мысль, что бюдусы обезьяны проверили. Я не могу. Я не могу. При этом нажимаешь на кнопку «Ол», лампочка зеленая загорается и все. То есть он вроде как кое-как, ну, может его можно починить. Я такой говорю, ребята, ну это не дело. Они что-то там совещаются, совещаются и говорят, мы тебе заплатим 500 рублей. 9 долларов. Ребята. В толпе местные. И мой друг Индуст такой говорит, мы быстренько прыгаем на этом байке, забираем этот разбитый потик, мы оттуда уезжаем. Индуст говорит, мы вовремя уехали, еще пару минут и дело бы закончилось с Махачем, у нас было трое и еще и двадцать. Вот. Мы едем куда-то по федеральной трассе и говорим, звони в полицию. Звони. Мы знаем, кто украл. Вот этот аппарат. Вот все сошлось. Давай прижучим этот нехороший молодец. А он вот отказывает, и по другим другом при этом мы все едем, едем, едем. Я уже потерял всякую надежду, но вот нехороший. И тут ему звонят. И говорят, что эти ребята уже сидят в обороне. У меня шаблон второй раз. Я уже ничего не понимаю. Это пятый день в Индии. Вообще не знаю, как все в этой стране работает. Все как-то вот не измирно, не отмирно село. И он такой говорит, едем в полицию? Поехали в полицию. И мы едем в областной центр, в Аджмер, в полицейский участок. Приезжаем, там темно. Я вижу тех воришек, которые утром на байке вытащили этот аппарат. Они все какие-то завознанные, там перебинтованные, как-то заклеенные. То есть видно, что они очень подходят. Мне начинают рассказывать просто встречающую историю о том, что когда они от нас удирали, они попали в аварию. Они разбились сами. Разбили фотоаппарат. Разбили мотобайки. А мы поехали по другой дороге. Поэтому этого не нужно. Ребята этих сначала забрали в больницу. Когда оказалось, что у них руки ноги целы, мы их, естественно, забрали в опорниче. Как фотоаппарат попал в то, какое-то село, мне никто вообще не объяснил. Я думал, ну ладно. Все сейчас будет хорошо. И тут маленькая неприятость. Начальник этого полицейского участка в хлам пьяности. Абсолютно. То есть настолько, что он ровно стоять не мог, а когда он разговаривал, я к нему. У него более-менее неплохой английский, но ввиду его пьяности это выглядит как... What is the problem? What has happened? Я ему начинаю описывать всю эту историю. А он спрашивает, что ты хочешь? Я говорю, я хочу такой же аппарат, но не в один. Сколько стоит? 350 долларов. При фразе 350 долларов. И он такой говорит, ну таких денег точно мы тебе не дадим. В руках идет вся торговля, но он предложил сумму в районе 100. Я говорю, вообще очень удивлен. Я говорю, какое тебе дело? Я ж не с тебя буду 100 долларов брать, а с тех пацанов. Я говорю, бьет их, что 350. И тут мой этот друг подходит и говорит, нет, так дело не пойдет, мы в Индии, в общем, торгнется. И он торговался, пьяный полицейский. Он говорит, 350. Он говорит, 110. Я говорю, окей, 320. Я говорю, 120. Я говорю, 300. 150. Вот. Мы заходим на сумму примерно там 160 долларов. Он говорит. Причем он несколько раз ее повторяет. И тут он разозлился. Я говорю, слышишь? Я сейчас вообще все сделаю так, что это типа не на моем участке произошло. Я никакого отношения к этому не имею. Иди разбирайся с ними сам. И уходим. Я вот этот ступоре стою. А что делать? А я в Индии, я понятия не решит законы. Подходит мой друг, говорит, да, он реально может так сделать, поэтому соглашайся на ту сумму, которую я предложил. Я доторговал еще 10 долларов. Мы сошлись на сумму 170. Мы написали от руки бумажку о том, что я не имею претензий к этим ребятам, если мне заплатят, и снова получают в денежную компенсацию в размере 170 долларов. И потом еще 2 часа полтора-два. За это время все их семейство объехало всех родственников в отшпеле, чтобы собрать эти деньги. Потому что 170 долларов умерка в Индии это колоссальнейшая сумма. Когда отец... А это 2 брата были на мотобайке, и они оба школьники. Когда отец отдавал мне эти деньги в рубе 22 тысячи, у него на лице было четко написано, что он убьет огонь. Потому что разбили сани, разбили байк, подставили семью на 170 долларов и опозорили ее на всех. Потому что это Индия, это насельская, это все друг друга знают, все друг друга судачат. Они ограбили белого мистера и так по-дуравски, что даже не смогли уйти от погонников. Ну, в общем, я получаю эти деньги, сажусь к своим этим 2 индийским друзьям. Мы едем в Пушкар. Они у меня в итоге 20 долларов просят за услуги. У меня понимаешь, что это очень бюджетно, в какой момент берете деньги. Иду последние 50 метров до той гостинице, которую мы снимали. Думаю, дай-ка позвоню и скажу, что я наконец приехал. И где-то свой телефон я тоже потерял. Вот такой вот и ты. Может и не потерял, на самом деле. Не знаю, у телефона. Причем, самое печальное не телефон, он был дешевый. А то, что в нем было две сим-карточки. Одна была для международной связи. В духе GoodLine, TravelSima и прочее. Полезная, речь не будет. Что номера не знаешь? Номера не знаешь? Знаешь? Не, я наверное... Кто остановил. Наверное, номер что не... Но там-то точно не восстановили. Вот. А то же было другое. У меня ушла карточка МТС, на которую были привязаны все электронные платежи. WebMoney, PayPal, все прочее. Я настроил таким образом, что без SMS подтверждения платеж не осуществляется. И SMS должно было приходить именно на вот эту карточку. У меня был МТС Украина. Когда я понял, что по-другому никак не получается, я через Skype звоню в Киев, в сервисное отделение, объясняю ситуацию, так и так не нужно восстановить номер. А мне говорят, мы восстанавливаем номер только при личном присутствии, потому что вы должны поставить форекс. И я полгода жил, по сути, с блокированными всеми своими электронными аккаунтами. Мне пришлось все звонить нам. И только когда я приехал домой, я смог его адекватно блокировать и вот эти все операции запечатать. Вот такая вот печальная история. Спасибо.